В общем, я сегодня не буду рассказывать вам, я сразу давайте расскажу, чего я не буду рассказывать, чтобы те люди, которым мне интересно, сразу вышли просто так быстрее, чем ждать, пока я в этом начну рассказывать в течение чего-то там. Я не буду рассказывать про машин лернинг, я не буду рассказывать вам про математику, про физику, про то, как выбрать свой бар и еще вот это все. Я не буду рассказывать вам про то, как найти идею для вашего проекта и продукта, потому что это нельзя рассказать ну в общем вот такие базовые вещи я буду пропускать и большую часть того что в принципе могу рассказать наверное можно найти моем прошлогоднем курсе он даже нет валяется на ютюбе это в рамках рекламы техно трек или чего там вот я буду рассказывать то чему смог сам научиться но перед этим короткий экскурс кто из вас сидит в фейсбуке хотя бы иногда просто поднимите руку странно это много просто на самом деле а и сейчас знаете есть такой мем меня не взяли кто слышал кто слышал про такой мем в общем слышали но в общем не суть я вам пример кратко пишу опишу фишку короче люди пишут посты в которых просто указывают куда их не взяли на работу ну и делают из этого какую-то историю это распространяется все теперь об этом пишут общем классно молодежно модно а я начну примерно своего примера я не буду это постить потому что мне кажется не очень интересно а меня не взяли в google вот и я сделал зато несколько выводов там в принципе то есть я прошел четыре собеседования на пятом собеседовании мне сказали что мне недостаточно аналитических умений я так окей а еще потом они добавили ну ты еще тебе еще 24 года поэтому вряд ли тебя возьмем вот вывод такой что в любой зарубежной компании на самом деле когда вам когда вы не разработчик то 24 года это очень мало я это к сожалению не понимал до и в принципе обращение в будущем когда я пытался устроиться куда-то менеджером принципе наталкивались примерно на ту же самую реакцию и вот это меня вот не взяли но в принципе я рад что меня не взяли я не хочу работать в гугле но не суть почему можно отдельно спросить я сегодня буду рассказывать как не надо делать свой стартап но вывод из этого такой что в основном я буду рассказывать как сделать свою компанию то есть смотрите все в основном в интернете везде пишут про что про то как придумать идею классно ли у вас идея классно ли эта штука попрет ли она сколько аудитория она наберет ну и вот это все вокруг этого вертится и вы соответственно пытаетесь у своих друзей у экспертов у знакомых компаниях спросить то ли вы делаете вообще это как это в этом что то есть может быть здесь нужно не приложение web это надо не надо вот эту фичу делать не делать какую-то штуку там придумывать я не про это я не хочу про это рассказывать потому что я к сожалению ничего про это не знаю я не знаю как сделать ту или иную вещь сто процентов правильно и никто не знает поверьте то есть нет такого верного рецепта я к вам подошел и здрасте приехали вот сделали я буду говорить про наверное более важную историю вы сами собираетесь да с ребятами что-то делать не важно что лабораторную работу или собираетесь строить песочный замок или разрабатывать сайт или приложение или там что-нибудь виртуальной реальности это делают люди я буду рассказывать про это я считаю что это основной вопрос когда вы что-то делаете это то кто вы такие это как из этого построить какой-то механизм организм который способен что-то делать они способен только выдумывать обсуждать критиковать или что-то в этом духе потому что в основном все скатывается к первым трем и вот построить я это называю компании многие могут назвать это как угодно по-своему я буду рассказывать как из вашего ночного ночной идеи которые вы загорелись и не загорелись сделать что-то наподобие живой истории и это почему-то я об этом очень мало слышу хотя мне кажется это более важный вопрос чем ваша идея чем ваш сайт дизайн ваши скиллы и все остальное вместе взяты хотя это тоже немаловажная история а эта картинка из доты на самом деле вот так вот может так можно ничего не сделать можно играть в доту и ничего не сделать а это мой личный скриншот это я играл я профессионально играл world of warcraft я тоже тогда ничего не делал вот потому что все время уходила туда вот и это в принципе на самом деле я считаю это положительным опытом но я думаю что это отдельная тема почему я советую людям играть в игры есть кликер на самом деле вот этот вот вам точно нужно запомнить просто записать себе куда-нибудь все советы в том числе мои они в принципе не могут быть неверными и важно различать то что относится к вам сейчас то что к вам сейчас не относится вот этот скилл мне кажется наиболее важный при том когда воспринимать любую информацию относительно не хард скиллов давайте так кто знаешь кусок скиллы кто такой хард скиллы чё правда что ладно но для тех кто не знает софт скиллы это те вещи которые относятся по большей части гуманитарным наукам и у которых нет очевидно правильного ответа это ваш опыт наработки и бла-бла-бла хард скиллы это математика физика программирование все чему можно обучиться ну не знаю гвозди забивать это хард скилл то есть примерно того вот например ведение переговоров это софт скилл разница примерно понятно да тем кто не слышал и вот вашем случае всегда и мы будем говорить здесь сейчас про софт скиллы потому что хард скиллами до заниматься ну как бы какой смысл заниматься хард скиллами я вас не программирование пришел обучать и вот эта фраза она относится к краски к тому что вряд ли кто-то сто процентов уверен в том что вы делаете правильно или неправильно но он может дать верный совет вот распознайте это следующий слайд у меня немного слайдов на самом деле а все это к чему вот все что вам все рассказывают люди обычно они делают это на своем опыте правильно но вряд ли они откуда-то это еще знают потому что из книжек обычно опыт не очень переносим хотя частично бывает смысл это вот такой вы не должны следовать этим советам скорее всего но если там указываются какие-то очевидные грабли вы не должны на них второй раз наступать то есть есть вполне определенные правильные понятные ошибки у вас какой-то проект вам что там есть и вы прям не хотите второй раз на это наступать вот не наступать второй раз на грабли это основное вообще на самом деле это основной везде в работе большой компании в отношениях с девушкой в выборе пиво ну и т.д. и т.п. в общем все что вы можете привести если вы второй раз наступайте на те же самые грабли в принципе вы не очень хороши в том деле в котором вы занимаетесь это факт и это очень хорошо прослеживается особенно хорошо это прослеживается когда вы делаете какие-то свои проекты продукты компании все что угодно вот прям напрямую вот любой знающий человек который вот это вот примерно понимает он сразу видит когда вы наступаете на те же самые грабли после этого с вами в принципе делать нечего общаться с вами не надо разговаривать в общем дела с вами вести не будут это примерно так а это какие-то краткие определения что такое стартап стартап это рост проект это цикл продукт это какое-то решение проблемы или улучшение вашей собственной жизни да вы можете со мной поспорить кашет по этому поводу очень много долго я не говорю что это истина в камне это мое личное мнение но это просто она сформирована на основе какого там опыта жизненного наверно то есть почему стартап это рост потому что ваша основная задача да там когда вы только начинаете проект как можно быстрее его вырастить неважно там в раз в 20 раз 40 раз 50 раз неважного в главный темп остальное можете забыть процессы зарплаты спать сон вот это все можно выкинуть в проекте почему этот цикл потому что проект обычно делается для того чтобы повторить ну что-то получили в итоге если это классная вещь которая всем нужна вы хотите это повторить поставить на поток это еще из генри форда кажется катится продукт это про то что вы придумаете что-то новое вы скорее всего решаете какую-то боль людей которые есть какая-то потребность да например ну там не знаю давайте подумаем доставка еды это delivery club вы решаете потребность как доставить еду до дома вы научились доставлять придумали приложение ну и тому подобное либо вы улучшаете жизнь это вы придумаете что-то развлекательное в общем добавляйте эмоции или улучшаете experience используется опыт использования пера uber он избавляет вас от необходимости звонить по телефону объяснять таксисту а вот там короче подъезд номер три за углом блин не туда ну и тому подобное например а есть еще компания вот компания мне кажется это на самом деле основной вот кто может сейчас зале сказать что он подразумевает по словам компания ну вот вам сказали я работаю в компании яндекс или mail.ru или неважно что что такое компания кто хочет попробовать ответ только руку давайте поднимет я просто выберу чтобы не было голдежа давай организованная группа людей которая занимается каким-то общем делом так отлично кто хорошо вот пути начались добавление кто еще хочет добавить к этому что-то давай успешный стартап то есть подожди судя отсюда успешный стартап это то что быстро растет просто и то есть то что просто бы то что уже быстро выросла эта компания правильно прибыль приносит вот зарабатывать деньги относится к прибыли или нет да а amazon относится к прибыльной компании amazon компания ну как стартап ну не совсем он уже быстро не растет если заметишь его рост так года году ты не заметишь ним быстрого роста еще кто хочет что добавить к слова компания все кончились мнения так то есть они циклично делают то что решает какие-то проблемы людей правильно неплохо почти прочли линейку чтобы соединить первые три пункта в последний в принципе и добавить туда деньги в целом отлично просто не очень сложно я считаю линейка вот но большинство людей почему-то думают что компания это что-то типа того когда просто сидят какие-то дядьки просто что-то обсуждает на самом деле очень хороший вопрос какие первые шаги нужно сделать для того чтобы сформировать какую-то компанию я считаю что первое вообще самая первая команда то с кем вы делаете и тут я могу сейчас разделиться на самом деле мне не хватило остаток на остаток презентации сил вот потому что я не смог и здесь у меня есть два пути вам предлагаю выбрать условно сейчас про что я буду больше рассказывать я могу рассказывать все основываясь на своем собственном опыте вы будете попеременно меня заваливать вопросами типа а почему ты тут это не сделал а я знал как лучше ты лох ну в общем вот такого рода и 2 тип это я буду рассказывать более какие-то общие центральные вещи которые я просто узнал в процессе да и буду приводить примеры на собственном опыте стараясь приводить пример к сожалению не совсем сталкивался вот как вам удобнее я просто буду по таймлайну идти как как у меня было или лучше как я задумал сам так кто короче за первое кто за первое кто за второе а кажется пополам ладно я совмещу так и быть смотрите я начну просто того как у нас все было я вообще давайте так я не считаю что моя собственная компания это пример мега успешной вещи и то есть просто нужно делать то же самое абсолютно не так и так идейно идейно появилась условно меня был у студент технотреки у которого была похожа идея вот там кто-то задавал мне вконтакте этот вопрос у него была идея похожая мы в эту идею определенным образом развили потом я подключил туда еще двух человек мы начали на ней работать выпустили приложение приложение не неожиданным образом разлетелось очень быстро без каких-либо усилий мы для этого ничего не делали вообще ничего поэтому вот здесь секреты успеха нет я и хрен знает что там было честно я не могу вам сказать что нужно делать вот так или вот так или вот этот продукт это класс а вот это офигенно круто или нет нет не могу я могу сказать что есть черты определенные сейчас я про конкретно буду вещь говорить я это рассказывал в барселоне на mobile world конгресс там что большое много людей там к это серьезная аудитория такие экраны знаете четыре раза больше чем стена в общем все серьезно и у меня в принципе посыл презентации был абсолютно один я рассказывал как сделать продукт который быстро взлетает но приложение для людей для конечного пользователя здесь подразумевается это не для бизнеса да это не какой-то сервис просто для конечного пользователя что-то как о которой кто это результаты там есть три понятные черты вполне очевидны по которым вы можете определить приложение взлетит в топ и в топ-сторе или не взлетит первое из них я веду естественным образом без покупки трафика над миллионы долларов и привлечения людей куча рекламы первое человек не понимает какой результат в ходе работы приложения получается понятно почему это очень важно ну что то типа того то есть человек хочет по каждый человек которому вы говорите вот я получил эту картинку я получил это видео ли я наложил вот эту маску он не знает как это сработает на его собственном опыте ну то есть он такой блин а если я вот эту картинку засуну а если я свой пейзажик туда а если свое лицо что будет это один из признаков очень важно на самом деле если вы посмотрите на кучу попыток сделать различного рода приложений которые как бы хотят быть вот такими вывестись в топы и быть супер классными вот у некоторых есть это а у некоторых этого нет я оставлю вам это на некоторое домашнее задание кому интересно вы можете с легкостью найти даже новости на каком-нибудь популярном русском ресурсе где носят различные приложения стартапы вы можете просто посмотреть и сразу понять что взлетит а что не взлетит это первая черта вторая черта как ни странно это запоминаемость и удобство использования грубо говоря это самые банальные вещи это у вас короткое понятное название очень хороший запоминающийся логотип вот это все кажется полным бредом на самом деле нет почему потому что такого рода информацию с логотипом и хорошим быстрым названием очень легко распространять и чем чем легче то что вы припих как бы приписали к своему собственному проекту да это название иконка логотип там все что угодно лозунги чем легче это распространяется чем проще это делается в одну фразу в 2 без разъяснения знаешь чувак это короче такая тема там надо перевернуть вот так вот поставить она будет выглядеть как треугольничек и тогда это будет работать вот так это не работает вы так не сможете объяснить вот если вы быстро легко объясняете то что вы делаете и это быстро легко называется то скорее всего так же самое этот человек если ему понравится до после этого использования вашего продукта или приложения так же сам он передаст это другому человеку этот тип элементы сарафанного радио я не изучал маркетинг если что поэтому я к сожалению обладаю нужной терминологии это можете меня поправлять есть третий элемент это должно быть очень 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 просто сделать получить результат который вы не ожидаете с запоминаем названием должно быть очень просто получить если это механизм который требует много времени на получение результата то скорее всего это не поедет но вы можете применить это к уберу на самом деле потому что у них в принципе все эти черты обычно присутствуют только немного в другом срезе в общем посмотрите на рынок посмотрите на продукты советую если кому интересна эта вся вещь разобраться в этом это упражнение которое даже не не требует от вас не особо никаких усилий вы можете прийти домой погуглить принципе этого достаточно так вот у нас вот это все полетело и там самый важный момент вообще самом начале я считаю это договориться с тем с кем ты работаешь часто вы что-то начинаете делать у вас что-то получается выпускаете сайт еще какую-то штуку и тут значит выпустилась ну и в принципе что то есть не знаю деньги вы начали на этом зарабатывать взлететь взлетел у вас приложение еще что-то произошло вы начинаете делить вы начнете это делать может быть не прямо сейчас когда у вас все горит и вы что-то там пытаетесь доделать там баги какие-то еще что-то происходит там не знаю как-то распространить но вы короче придете к моменту когда это надо будет делить вот это надо делать сразу тут я кстати победил я смог это сделать сразу вот то есть все следующие примеры кстати не будут такими успешными вот но вот тут я смог я к сожалению не удалось или к счастью поделить это сразу возможно даже к сожалению там есть определенные вещи вам нужно очень грамотно там поступить я я советую это делать в любом случае в любом проекте даже если вы не рассчитываете что он полетит будьте честны с тем с кем вы работаете это запомните это это очень банально и всем большинство большинству людей будет казаться да это фигня да господи вот мой сосед сидит я с ним делаю там сайт или еще что-то договоримся не договоритесь договоритесь сразу и самое тут сейчас еще более печальный факт который совсем кажется ну господи на бюрократе письмо напишите на электронную почту этого достаточно вообще во всех инстанциях вообще во всех будущих ваших официальных неофициальных отношениях чтобы разрешить абсолютно все проблемы это очень просто это делается за 30 секунд вот реальности вы сидите в баре вы договариваетесь просто вот так вот пишешь не в мессенджер тут очень важно именно письмо смешно же есть проблемы с юридической точки зрения письмо проблем нет очень очень понятно очень просто делается легко то единственное что морально тяжело иногда когда ты приходишь такой с другом и говоришь ему чувак давай делить мне 70 процентов тебе 30 он такой и там много русских очень красивых слов после этого к тебе вот откатка отказа от работы с тобой да я сам все сделаю в реальности ну чем раньше вы заведете разговор о том кто чего кому тем меньше будет много красивых русских слов после а в самом конце это суп называется эти красивые русские слова можете почитать очень много истории есть очень много живописных разбирательств по этому поводу даже снапчата например так вот нам удалось достаточно все поделить я не могу рассказывать кому как и чего тут уж как договоритесь поделили начали делать но у нас так получилось что у нас очень быстро все взлетало у нас реально в реальности все горело то есть вот прям компания прям горела то есть она и не было на самом деле никакой компании было четыре человека которые просто пытаются это дело как-то поправить и чтобы она хоть работала техническая часть не работала я с внешней части вообще не справлялся то есть мне звонил там людей по 40 в день и общем я забивал просто откровенно я просто сидел дома и все вот нормально решил проблему очень просто да если вы будете справиться спрашивать как люди справляются с этим стрессом с нагрузкой знаменитости о как сложно нет реальности это не очень сложно просто не поднимаете трубку и принципе все классно продолжайте играть в играшки пить пиво в принципе ну то есть просто вы забили болт вот так что называется эти перед экзаменом часто бывает у меня часто бывало я понял что просто не успеваю все вот в принципе нормальная история но здесь очень важно чтобы это не вышло из-под контроля то есть вы должны понимать что какую-то часть там времени вы действительно посвящаете там делу, а какую-то часть времени вы посвящаете отдыху. И тут у меня, знаете, одно откровение появилось, когда понял, что у меня, ну, начало очень много поступающих каких-то запросов, мне не хотелось бы ответить на кучу писем, что-то тут, успеть там, успеть заключить там сделку, там или там какие-то инвестиции, или еще какие-то там претензии от кого-то идут. Где все очень просто. Вы сами говорите себе, сколько вы будете заниматься этим или сколько вы будете заниматься отдыхом и там распитием пива. И вот этот тут баланс, вам никто не скажет, как его сделать. Ни ГТД, ни статьи, не знаю, ни опыт других людей. Я не знаю, кто бы мне мог помочь в тот момент. Вот я таких людей не видел на свете ни разу. Я не знаю, как бы я вот такой позвал, чувак, привет, Серега, знаешь, у меня проблема, не знаю, в общем, звонят журналисты там, оттуда, оттуда, помоги, кому ответить, кому нет. Он такой, да я не знаю тоже. Ну, то есть и так этот ответ правдивый, потому что в реальности никто не знает. Никто не знает, кому надо отвечать, а кому не надо. А вывод из этого такой, что любые ваши связи, которые вы наращиваете, у них всегда есть шанс стать какой-то ценной штукой, ну, вы можете из этого что-то извлечь, ну, объективно. Ну, там, не знаю, деньги, это, кстати, хорошая тема. Или просто поговорить. Ну, вот вам хочется обычно первое. Ну, там все понятно обычно. Вам дали денег, вы классный, а поговорили как-то не очень. Обычно, если вы просто поговорили, и вам ничего не дали вслед, это значит, что, скорее всего, ушли после встречи, чувак отходит от вас и такой говорит, ой, не, ну, ужас. Вот. А это правда. Вообще, цель любой встречи, это, ну, с вашей стороны, это оставить положительное впечатление, с его стороны, это выйти и рассказать это положительное впечатление, которое вы пытались оставить. Он по-любому что-то расскажет. Там важен градус. И это 100%. Это вообще в любом случае. То есть я вот сейчас недавно тоже говорил, тут вот Никита есть, я ему рассказывал про эту тему. В McKinsey есть такие тренинги, там еще что-то. Они приходят, значит, туда, и там происходит какой-то там разговор, и их учат, значит, привлекать клиентов в свою компанию. Да? В общем, я ничего не знаю про это, к сожалению, я не работал в McKinsey. Я знаю один простой факт. Когда вы приходите на встречу, любую, деловую я имею в виду, не с друзьями попить пиво, а вы хотите что-то из этой встречи извлечь, то первое, что произойдет после того, как вы разошлись, я не знаю, что вы там рассказывали, мне вообще все равно, какая ваша цель была, я пойду рассказывать о вас. Кто вы такой? Что за чувак? Почему? Зачем? И вот то, что я рассказал другим своим знакомым, так же само будет распространяться дальше. Понимаете, как работают? И любая ваша ошибка на достаточно серьезные встречи приводит к тому, что следующая ваша серьезная встреча, которая запланирована, уже будет, как бы сказать, с предрасположенностью к определенному ответу. Я это на себе испытал несколько раз, я объясню, как это работает. Я жил два года, фу, два года, если бы два года, не дай бог, два месяца в Силиконовой долине, Кремниевая, кто как называет, короче, Калифорния, Пала-Альта, Гугл, вот это все, вот это все классное, молодежное, все туда хотят, я туда ненавижу, я туда не хочу, ни за что в жизни, вот, ну может быть придется. Но, я там жил, мне приходилось общаться с различными фондами, которые были заинтересованы, чтобы вложить нашу компанию, старая история, вы читаете на Виссеру и все такое, я не могу рассказывать, какие фонды, но можете просто топ-10 взять, я там был. Что происходит? Вы приходите на встречу, такой радостный, у тебя классный проект, все растет, круто, мы пилим какие-то технологии, ты не знаешь, что из этого получится, понятное дело. И начинаешь рассказывать. Тут очень важно понять, оно очень простую, в принципе, истину, то, что вот ты рассказываешь, и ты прям по лицу видишь, какая реакция. Вот, там не надо готовиться, просто сидишь и видишь, что чувак такой, а водичка есть, да? Да-да-да, я слушаю, да. Вот если так происходит, в принципе, вы делаете что-то не так. Вот если вы этого не считали с человека, это очень плохо. Ваша задача туда прийти и человека заинтересовать. В американском наречии это слова great, amazing, fabulous и все остальное. В русском наречии это просто такое обычное, нерадостное лицо, которое просто говорит тебе, да-да-да, я согласен. Вот. Если вам говорят в Америке, да-да-да, я согласен, типа yes, yes, of course, это значит, что, о господи, какое дерьмо. Вот. Это просто, чтобы язык различать, да? У них просто, грубо говоря, вы берете русский и повышаете степень превосходности и получаете английский, в принципе, или американский, это еще называется. В Англии немного по-другому. И вот вы когда приходите, я понял, что я делал очень много ошибок, я делал очень простую ошибку, я думал, что я самый классный. Ну, я-то знаю, я-то построил, посмотрите, какой продукт, 3 миллиона скачиваний в день, а вы что сделали? Вот. И, ну, в общем, плохо, да. Есть одно очень, очень простой вывод из этого всего. Вы никогда не самый классный. Вот если вы начинаете разговор примерно сразу, да, у нас все самое крутое, можно заканчивать. Сразу же. Потому что, скорее всего, вы не знаете всех самых крутых на свете, потому что вы просто не можете пользоваться гуглом. Это, кстати, стандартная ошибка многих людей. Вот. Ну, или что-то типа того. Просто у вас нет достаточной информации, да, об области, в которой вы работаете. Это 100%. Очень нужно много лет проработать в определенном секторе, чтобы знать про него реально все. Ну, то есть я там за все время, пока был там и в Китае, был, и в Южной Корее был, я понял, что я мало чего знаю вообще, что происходит. Вот сейчас как-то более-менее появилось понимание. И вот вам нужно знать, что вы приходите туда, чтобы вам дали деньги, а не наоборот. Потому что мне иногда кажется, что происходит абсолютно наоборот. И это плохая история. И когда мы это все, это все это дело проходили, и все это дело, вам нужно одно единственное в голове держать, что вы делаете какую-то компанию, людей, и вам эти деньги зачем-то нужны. Да, то есть мы сейчас подошли к вопросу, вот когда у вас есть необходимость в деньгах. Вообще, это очень, очень хороший вопрос. Многих почему-то есть необходимость в деньгах, в самом начале, в миллионах. Чисто в качестве мема, ко мне недавно, я не буду говорить имена, потому что запись же, господи. Не было бы записи, я много чего вам рассказал бы. Вот. Да. Вот. Ко мне подходили ребята, компания, да, и спрашивали совета, ну, как бы, да, просто, ну, вот они примерно в той же области, там, вот, ну, спрашивают совета. И говорят, нам нужно 200 тысяч долларов. Я так, ну, мне тоже. В целом, как бы, ну, я не откажусь. Вполне нормальная история. 200 тысяч долларов, как бы. Я говорю, зачем? Ну, зачем вам нужно 200 тысяч долларов? Объясните, да? То есть, если, конечно, если ты хочешь денег, тебя спрашивают, зачем тебе эти деньги? Они начинают рассказывать. Ну, значит, что мне нужно? А, мне нужен офис. Я говорю, значит, похоже примерно затраты, да? И людей нанять. Ну, я просто, достаточно неплохо умножаю. Ну, то есть, там, на уровне первого курса примерно еще помню, там, как интегралы брать. Вот. И, в принципе, вы можете просчитать, что 200 тысяч долларов, там, в случае, там, 4-5 человек и найма еще, там, 4-5 человек. Давайте, там, 10 человек. Вы просто, ну, понимаете, что это много. И когда вы просите много, с вас должны много требовать. И вот очень простая логика. И тут очень хороший вывод напрашивается. Большинство людей не понимают вот этого простого факта, что если вы требуете много, с вас много и требуют. И более того, условия, под которые эти деньги пойдут, будут такие же жесткие. И задача вас, как проект, который хочет, там, добыть какие-то деньги в компанию, да, чтобы расти, да, сдача компании – это какой-то рост, да, вначале мы про стартап говорили, сдача компании – рост. Да, вы хотите этот рост сделать, вам для этого нужны деньги, потому что без денег рост вряд ли возможен. Я не верю в прибыльные проекты с первого месяца, не представляю себе. Очень сложно. Ну, вот если вы поднимаете деньги на этот самый рост распространения, вы должны четко дать понять, зачем они вам. Не просто нам нужно нанять пять человек, потому что у любого человека, который дает вам деньги, у него есть прекрасное умение, которым я тоже обладаю – это умножать. И он его применит примерно на второй секунде вашей фразы «мне нужны деньги», как только вы назовете цифру. Он умеет быстро делить на количество человек, которые вам нужны, и быстро умножать. И там складывается такое понятие, как зарплата. Кстати, интересный вопрос. Вот это просто мой собственный интерес, как вы думаете? Вы, как выпускник вуза, который собирается идти работать, какую зарплату вы бы хотели или считаете правильной, чтобы вам платили после выпуска вуза с каким-то, давайте, усредненным минимальным полуторагодовым опытом работы в течение обучения? Кто хочет назвать цифру? Я не буду за это казнить, постить, рассказывать, что студенты – идиоты. Давай. 150-200. Отлично. Кто еще хочет назвать какую-то цифру? Давай. Тысячу полторы долларов. Ну, давайте так, усредненно, давайте в рублях, а курс сделаем 60, чтобы 100. Почти попал в умножение. Чуть-чуть не дотянул. Так. Просто неплохо умножают. Кто еще? Ну да, да, вот сколько ты… Вот я, реальный вопрос. Ты учишься, да, заканчиваешь, там, у тебя есть какой-то опыт, сколько ты хотел получать. Ну, как бы это просто обычный вопрос. От 80 до 120, отлично. Давай. 70? У нас кто? Резупцион. А? Резупцион. Как у 100, только обратно. А, вы обратно скатываетесь, да? Да. Нет, цели не было такой. Ну, давай тогда. Ну, 50. 60. Ребят, кто ниже, давайте уже сразу, а? Вот есть такие, кто ниже? А кто выше есть? Давай. А, ну, не меньше, чем я в гугле плачу. Ну, то есть, смотрите, за оплата стажера в гугле 6 тысяч евро. Мало! 120 ерунда! 300, 350. А как вы думаете, это вообще важный вопрос или нет? На первое время работы в компании своей нет. В своей, да. А в чужой? В чужой важный. Важный? Вот как вы считаете? Вот вы выпустились из вуза. Вот важно ли вам на первом этапе загибать пальцы и просить 150 тысяч рублей, даже если вы их достойны? Пожаре, делка из вуза. Вы, давайте, давайте я больше расскажу чуть-чуть про эту ситуацию. Допустим, вы идете туда, где хотите работать. Это немаловажный фактор, да? Ну, просить никогда нельзя. Надо соглашаться. Подождите, здесь тонкий момент. Если мы раз про найм заговорили просто. Кстати, я собеседую человека в долине. Я, кстати, один из тоже моего опыта. Вот как, так я строю компанию, например. Вот мне нужен человек, который будет сидеть, ну, например, у тебя международный бизнес, да, ну как это, международная компания. И тебе нужен человек, который будет сидеть с тобой в Калифорнии и будет там развивать тебе бизнес. Ну, потому что ты не можешь сам туда поехать, потому что тебе нужен местный. Ну, правда. Ты просто не знаешь культуры, общения деловой. Ну, в общем, множество минусов. Ты дошел, наконец, до этой светлой мысли, что тебе нужен, ну, там человек. Ты такой, хе-хе-хей, у меня есть средства на него. Приходишь и собеседуешь людей. Я собеседовал людей из Гугла, из Твиттера, из Фейсбука. Короче, из всех любых компаний. Назовите там. Вот. Они приходят такие, рассказывают тебе, как Никита говорит популярное слово, очень хорошую историю о том, какие они классные, как они много вели в разных крутых тем в Твиттере. Они там строили платформу. Ну, короче, звучит все очень сладко. И ты думаешь. Но самое твое удивление наступает, когда они тебе говорят зарплату. Ну, 350 тысяч долларов в год. И ты так думаешь. Ого. Это же весь бюджет моей компании, да? Он говорит, на одного человека. Неплохо. А я веду к чему? Что если ваша цель действительно где-то работать, ну, в какой-то компании, и вам реально нравится, что они делают, вот это плохая фраза. Даже если у вас есть ожидания, и вы хотите себе Mercedes и еще что-либо, ваша задача прийти в компанию, и ваша задача со стороны компании сделать так, чтобы к вам приходили не с запросами о том, сколько хотят получать. Это значит, что вы, как руководитель компании или руководитель команды, стартапа, ну, в зависимости от цикла, где вы работаете, вы делаете все плохо. Ну, если к вам приходят и говорят, я хочу 150, а еще я буду работать 4 часа в день, и 2 часа сидеть на кофе-пойнте, и 2 часа курить, и 1 час я буду просто ездить на лифте, то вы смеетесь, так и есть. Вы знаете, сколько полезных строк кода пишут в некоторых больших, очень добрых, очень добрых компаниях? Средний показатель количества строк кода, по-моему, я не помню точно название, то ли Amazon, я уже забыл, к сожалению, по-моему, 3 строки кода, они пишут в день. Один человек. Реальных, которые работают. И это правда. Это реальность. И вы за это сколько просите, напомните мне? Вот за то, что вы вот эти гениальные свои 3 строки написали, которые изменят всю инфраструктуру компании, от которых всем станет так хорошо и легко. Ну да, 150 тысяч в месяц. В целом, это в принципе похоже, это больше сейчас про крупные компании, в мелких, соответственно, пропорция, как бы вот снижается. Зарплата снижается, сроки растут. Вот. Это нормально. И ваша задача, в том числе, я веду к тому, что вы, если вы пытаетесь кого-то нанять, в вашем случае, скорее всего, у вас 2 человека есть, и вы понимаете, что некому дизайнить, и вдруг у вас появился какой-то минимальный бюджет, и вы такие, ну мы готовы сейчас дизайнеру десяточку выкинуть, накопили. Вот. То задача ваша не делать этого вообще. Никогда не озвучивать никому, сколько вы готовы платить. Потому что, как только вы, скорее всего, говорите о деньгах, есть 4 мотивирующих фактора у людей при работе. Первый, как мы уже все поняли, это деньги, да, то есть люди работают ради денег, это 90% населения страны, это нормально, им нужно жить, есть там и все такое. Это не ваш путь, если вы хотите сделать что-то более-менее успешное. Есть второй мотиватор работы, люди работают, потому что рядом с ними работают другие классные люди. Ну такие же, как ты. Ну точно такие же. Им нравится с этими людьми работать, они любят с ними сидеть, и это классно мотивирующий фактор, но тоже до определенного момента. Знаете, до какого? Как только у вас из 4-х человек превращается 20, то есть как только ваша компания сталкивается с простым фактором роста. Вот у меня сейчас 20 человек работает. Вот одно дело это 4, одно дело это 20, да, то есть когда 4 вы типа вместе что-то там делаете, как-то что-то получается, 20 ты уже не делаешь реально с этими людьми. У них у каждого там свои определенные коллеги, да, то есть ты расширяешь штат, например, там один занимает, уже не один человек занимается одной задачей, а там два. У кого-то что-то упало, хорошо. Вот, это второй. Есть люди, которые работают ради продукта, но это еще называется ради идеи иногда. Это отдельный тип людей и это ваша цель на самом деле. Потому что скорее всего эти люди придут к вам, потому что они так же думают идейно, как и вы и хотят в принципе делать то же самое. Плюс-минус, ну направление то же самое. Эти люди самые ценные на первом этапе. Ну и четвертый тип людей это те, которые работают ради того, что просто работают. Это ради процесса называется. Люди, которые работают ради процесса, это в основном программисты, ученые. А я еще знаю одних, знаете, которые вот так делают. Вы шутки шутите, но они в реальности. Люди понимают, не понимают, да, как, почему, почему, блин, почему можно работать дворником, ну господи, ну всего же столько полно. А потому что им нравится. Вам сложно это допустить, потому что вам самим это, допустим, не нравится. И этот тип людей очень хорошо подходит к вам как второй тип людей. То есть первое, кого вы хотите нанять, это люди, которые увлечены вашей идеей. Второе, это которые увлечены процессом того, что вы делаете. Ну я не знаю, у вас в компании с действенным программированием, дизайн, продажи, не знаю, что вы там делаете, все что угодно. Но может быть вы строительством занимаетесь и вы строите. Тогда вам нужны строители, которым интересен процесс постройки. Самый последний тип людей, как вы думаете, это который ради денег или который ради других людей? Вот последний, это ради людей. Но это мое личное мнение. Давайте я просто попробую аргументировать, почему в процессе, ну набора людей в свою компанию я не считаю правильным брать людей, которые работают ради других людей. Потому что они, скорее всего, ничего делать не будут. Все остальные факторы мне интересны. Давайте, допустим, так. Если я работаю ради денег, я все равно буду что-то делать, иначе меня уволят, я не буду получать эти деньги. Понятен риск? Понятен. Когда я работаю ради продукта, у меня есть желание что-то делать, потому что мне интересна эта идея. Я пришел сюда ради этого, я буду что-то делать, мне это интересно. Тоже все понятно. Когда я пришел сюда ради процесса, ну тут вообще все прямолинейно, даже никаких выводов нет. То есть я нанял программист, надо спрограммировать, ну все, в общем-то. То есть надо, главное, найти, что ему более-менее будет подходить, и в принципе он будет этим заниматься, потому что это ему нравится. А вот когда люди приходят ради других людей, как бы все остальные факторы, им нечего терять. Они теряют только людей, но они в реальности ничего не делают. Я не могу до сих пор, я вообще это разделение услышал, да, я сейчас обязательно, я договорю одну мысль, и все. Я эту вообще категоризацию услышал от руководителя дизайна Фейсбука, вот, и в принципе я с ним отчасти согласен, но у меня просто другое деление в плане мотивации. Давай, жги. Нет, я не исключаю. Обычно просто у большинства, ну, я не встречал других, давай так. Может быть у меня ограниченный, так сказать, круг общения. У большинства людей превалирует один фактор, просто его сложно выводить. Идей не всегда. Да. Тупик, да? То есть всегда хочется завалить кого-то, да? Нет, на самом деле сейчас я просто попытаюсь ответить подробно. Да, на тот момент, когда все это делалось, действительно была очень простая цель. Была цель сделать приложение, была цель его запустить, сделать его популярным. Класс. Понятно, да? Надо было найти людей, которые хотят довести эту сложную идею до конца и выпустить. И, ну, сделать это популярным. Все, это реально был тупик. Вот на тот момент, когда мы это делали, у меня никаких дальнейших мыслей вообще не было. Я вообще не знал, куда все это идет. Реально, я как бы не понимал. Сейчас это все по-другому. То есть очень сильно поменялись мысли, как только вы делаете проект 10 человек, у вас одно в голове. Как вы делаете 10 тысяч, у вас другое в голове. Как только этим пользуются несколько миллионов человек в день, уже как-то так это, ну, начинаешь, потряхивать чуть-чуть начинает, потому что как бы все не так просто оказалось. Вот, и тут начинается следующий этап, ну, в росте, да, когда у вас что-то получается очень хорошо, начинается вот эта бич, я считаю, современного мира, называется ожидание. Вы, может, ничего не хотели. Ну, вот все остальные уже от вас чего-то хотят. Вот вообще все. И здесь есть очень важный фактор, это еще один, ну, как раз навели меня на эту тему, называется репутация. И это про то, что очень сильно беспокоится в долине, ну, вот эту силиконовую. Я считаю, что это очень важный момент, который вам стоит усвоить, потому что это основная практика, которая в Калифорнии, вот во всех этих там, среди всех этих ребят она присутствует. Репутация — это то, что нельзя откатить. Все можно откатить. Код можно откатить, можно закрыть ваш продукт, компанию, а вот вашу собственную репутацию откатить вообще нельзя. А речь идет о том, что как только вы ввязываетесь в какую-то историю и во всеуслышание, говорите «я сделаю», вот «я сделаю». Вот эти пять человек, которые мы начали, мы сделаем, мы обещаем, мы выпустим. Вы еще говорите «release date», это, знаете, как вот кроп есть и крышка с гвоздями. Это вот вы потихонечку заколачиваете. Вот чем больше вы вот этих вот говорите «я сделаю», ну, и конкретно дальше указываете, что вот каждый конкретно — это гвоздик. И вы усложняете себе задачу. А все к чему? Что каждый этот гвоздь мешает вам потом из этого выйти при неуспехе. А 90% естественно проваливается. И это очень легко понять. Если бы всех было успешно, не было бы вообще проблем по жизни. Поэтому будьте очень аккуратны с тем, что вы говорите другим людям. И чем выше, как бы, грубо говоря, этот человек находится, с тем большим количеством он связей, с чем большим количеством он влияния, ну, или мнений, или он, допустим, влиятельный просто человек, который очень хорошо дружит со всеми остальными, ему что-то рассказываете, обещаете, он с этим обещанием это рассказывает всем остальным. Помните, да, что я про встречи рассказывал? Это работает ровно так. И теперь вы в глазах всей общественности всем что-то пообещали. Я не буду развивать дальше эту линейку рассуждений. Понятно, что происходит, когда это не делается. И что думают о вас? И что произойдет, если вы хотите что-то еще после этого сделать? А поверьте вам, захочется сделать что-то еще. Сто процентов. Жить одним проектом не может никто. Ни Безос Король, который, не те, которые руководители Гугла, не те, которые поменьше руководители продукта в каком-нибудь Яндексе. Им всем хочется разнообразия. Они не хотят делать один поиск, они хотят туда приплести еще какую-нибудь фигню и заниматься ей. Все рано или поздно захотят что-нибудь поменять. Может быть, это будет из той же сферы. И вот как у вас это наступит, поверьте. Когда вы хотите вдруг сменить область деятельности, даже может быть не прикладную, с прикладной полегче, то все равно у вас остается репутация, с которой вы уже были в той области, в которой вы сейчас работаете. И вот эта вот история уже играет прям серьезно. А это на самом деле ваша компания. Потому что сейчас еще один большой хороший очень вывод. Всегда в компании есть некий лидер. Чувак там SEO, который говорит, я там исполняю его роль иногда. Он приходит и по нему складывается впечатление о всей компании. Да все равно кто там остальные. Они могут быть гениальные программисты, ученые, маркетологи. Может быть, они вообще все сделали, а ты просто туда случайно попал. Но мнение составляет ровно по тебе. Вот ты эта компания. Очень простая ассоциация. И здесь давайте вернемся на два шага назад. Есть репутация. И репутация складывается из двух частей. Одна это типа для компании, но это на самом деле очень откатываемая вещь. Хотя вон Mail.ru, например, очень долго от этого отходит. От двухтысячных. Я просто провожу прям пример аналогии, которые можно найти вот прямо здесь. Это очень сложно перебороть. Они уже делают нормальные вещи, но тем не менее, как бы вот то, что было с ними в двухтысячных, до сих пор на людях отпечатывается. И то же самое, естественно, происходит там с людьми. Только с людьми, к сожалению, очень сложно отмыть. Но я не видел еще людей, к сожалению, на моей истории, которые смогли бы откатить свои собственные слова во всеуслышание. Я вам советую при любом серьезном разговоре, да, и при каких-то таких вот беседах к этому очень внимательно относиться. И здесь речь идет не про то, что я должен выучить речь и пойти перед зеркалом оттренировать, и прийти, а потом... А, там другие вопросы. Вот, вот, так не работает. Просто вам нужно понимать, что вы хотите донести, да, если вы просто примерно об этом представляете и не выпендриваетесь на каждом втором условии, то, в принципе, все хорошо. И вот эти признаки про компанию, которую вы хотите построить, это самое начало, но очень важное. И почему-то многие считают, что построение компании — это совершенно вторая вещь. Я, например, ставлю это на первое место, потому что я считаю, что люди делают то, что вы планируете делать. Если вы не можете с этими людьми работать, если вы не можете их собрать в одно место, поставить какую-то правильную цель, вы не видите, что вы хотите сделать, с этим плохо. Я попытаюсь привести вам пример самых популярных российских компаний, например, компания Яндекс, которую вы все знаете, может быть, кто-то там даже работал. Как вы думаете, какая глобальная понятная стратегия у компании Яндекс? Что они делают? Кто может сформулировать мне это в одном предложении? И давайте тоже… Не-не-не, давай вот эту вот тему, а то сейчас я не смогу выслушать никого. Кто хочет попробовать? Давай. Давай. Ну, то есть смотри, а теперь я тебе привожу встречный пример. У меня есть сеть ларьков в Москве. Что я делаю? Я беру хорошие, успешные какие-то штуки из-за границы и делаю себя. Это, ну, понимаешь, что если уберу из определения твоего компанию Яндекс, то, в принципе, получится то же самое, да? Еще кто хочет попробовать? Давай. Я хочу сказать, что чтобы они делали классно, все первые новости по эксплуатации. Нет. Не, я просто спрашиваю, что делает компания Яндекс? Кто может ответить то же самое про компанию Google? Но у них есть лично. Они хотят, ну, чтобы все можно было найти. Так, а компания Яндекс-то делает? Ну, что-то как-то, да, не сходится. Я веду к тому, что у любой компании должна быть вообще всегда. Она может меняться. Это ключевое здесь стоит понимать. Это не какое-то высеченное в камне требование, с которым вы заходите и как мантру это повторяете, идя по коридорам. У любой компании есть вполне понятный такой, знаете, шар в конце вдалеке, к которому вы стремитесь. И вот эта аналогия, куда вы идете, это должно описываться очень просто и понятно. Всем должно быть понятно, что вы делаете. Это очень хороший вопрос на собеседование. Я его очень люблю. И я считаю, что это лучший вообще вопрос. Вы приходите на собеседование в любую компанию, вы программист, не программист, мне вообще все равно. Вот. Вы хотите у кого-то там работать. И один из лучших вопросов, который я видел в свою сторону и который я теперь задаю, который, как мне кажется, это что вы делаете? Просто что вы делаете? Кто хочет? Кто хочет ответить на этот вопрос? Вот если кто-то работает или хочет где-то работать? Вот это очень правильный вопрос. Я считаю, что 90% людей на него ответить не могут. Что вы делаете? Вот что вы делаете конкретно? То есть ответ программирую мне не подходит, поверь. Я знаю, что если ты пришел там собеседоваться, да, на должность программиста, то что ты программируешь. Нет, это один из вопросов, который напрочь отсеивает от меня все остальные. То есть если человек не может, ну, например, в моем случае, ответить на вопрос, что он делает, ну, это плохо. Ну, это правда плохо. Даже если он гений, если он не может ответить, это значит, что с ним работать будет очень тяжело. Да. Вообще не про это речь. Смотри, мне твои хардскиллы вообще не важны. Ответил? Нет, это не странно. Смотри, вот ты пришел, ты программист, ты пришел на собеседование, я уже посмотрел твои коммиты. Я не буду тебя еще раз спрашивать, а теперь расскажи, какие коммиты ты сделал в open source репозитории, и дальше можешь назвать любую библиотеку. Мне это вообще не важно. Я тебя спрашиваю, чем ты занимаешься? Ответь. Вот если ты мне не можешь ответить в одном предложении, чем ты занимаешься, ты можешь сказать все, что угодно, но если ты не можешь это сформулировать, то это беда. А все скатываются именно к твоей позиции. Они начинают приводить пример, что я пишу коммиты, я вот смотри, тебе что непонятно, мое резюме. Да нет, мне как раз таки все понятно. Невозможно работать с людьми, которые не знают, что делают. Они могут ответить, что они коммитят код в этот репозиторий, но что они делают с этим репозиторием? Зачем все это нужно? Понимаешь, что я тебе говорил, что я нанимаю людей, которые работают ради идеи. Если ты начинаешь скатываться к процессным вещам и говоришь, что я просто делаю вот это, ты мне, скорее всего, не подходишь. Вот и все. Это базовая проверка. Она не требует никаких определенных предосложностей. Да. Много человек хочет что-то делать, но при этом не делает это. Извини. Ну, бывают такие люди. Ну, хочет, но я, значит, не сегодня, не с тобой, не в этот раз. Ну, я имею в виду, он приходит и говорит, я хочу там работать у тебя, хочу там пробовать какие-нибудь, не знаю, нейросетки. Ну, то есть, он какие-то хардкеры, которые он может применить в твоем проекте. Конечно. Это все почти так делают. Поверь, вот любую вакансию ты вывешиваешь, тебе не напишут люди, которые не соответствуют. Они все будут говорить, я хочу, я умею, я знаю. Твоя задача взять, которые будут действительно полезны. Понятно, да? То есть, у тебя все входящие всегда будут только про то, что все такие классные. Ну, он от тебя зависит часто. Нет, нет. Смотри, только не это. Потому что это просто неправда. Это в первую очередь. То есть, ты не делаешь жизнь людей лучше. Скорее всего, наоборот. Ну, смотри, я попробую привести пример правильного ответа. Да. Я что делаю? Класс. Я на этом и хотел привести пример. Я что делаю? Моя задача, я занимаюсь развитием компании, веду эту компанию к понятной определенной цели. Для этого я нанимаю людей, я регулирую их работу, плачу им зарплату, поднимаю на это деньги. Ну, вот и в принципе все. А, цель? Да, это отдельно. Цель это уже относится конкретно к моей компании. Цель нашей компании на самом деле есть хард-цель техническая. Кстати, это нормально. Мне нравится, когда люди уходят. Я считаю, что это признак того, что человек действительно ему это не нужно, и он ушел, и он молодец. Ну, это так. Мне просто все равно. Цель моей компании очень простая. Технически мы хотим сделать запуск большинства нейросетей на устройстве. Понятная цель? На локальном. Просто получается, понимаешь? Поэтому я воспринимаю это как комплимент. Вот. Второе. С точки зрения, да, более идеологической, да, если мы берем там про людей, про что-то еще, хочется взять и применить все это дело к области коммуникации между людьми и изменить способ коммуникации между людьми, сделать это более эмоционально, повысить эмоциональный фон. Но это в том числе маски, различные эффекты, ну, все, что к этому относится. Понятно рассказал? Можно. Отошли режимы, а, скорее всего, нет. Да. Давай. Что? Это сейчас, да, ты знаешь, что ты знаешь сделать? А кто-то пришел, когда ты был у нас из-за этого? Вот. Хороший вопрос. Что, ну, то есть, одно дело я сейчас в своей позиции нахожусь, да, я там какую-то компанию руковожу, какие-то люди, там, бюджеты. А что я отвечал, да, когда я там, например, год назад, я вот читал ребятам лекции, вот, ну, я рассказывал, на самом деле, ответ на этот вопрос. Суть такая, что когда я работал менеджером компании Mail.ru, и до этого я работал менеджером компании Яндекс, а по образованию я там программист математик, это все круто, конечно. Вот. Смысл такой. Я приходил, я всегда говорил, что я в конкретном проекте смог сделать, да. То есть я, например, настроил какой-то процесс, я запустил какой-то релиз, но я сам это не делал, но я помог людям, которые это делают, дизайнерам, программистам и тому подобное. Это моя работа была. Я это сделал, я этого добился, и для меня это было очень важно, чтобы я пришел на собеседование или куда-либо, вообще даже к друзьям. И они меня спрашивают, чувак, как у тебя жизнь, чем занимаешься? Знакомый вопрос, да? Что делаешь-то там? А ты такой, ну, там, ну, так, знаешь, ну, там, вот это все, это беда. Я для себя поставил очень простую историю, я хотел отвечать на этот вопрос, ну, хотя бы перед друзьями нормально, чтобы не выглядеть просто глупым человеком. Очень странно было бы. Вот, ну, и это дало мне опыт, то, что я приходил на любое собеседование, я такой говорил, ха-ха, я делаю вот это, вот это и вот это, я это четко отвечал. Это может быть совершенным бушетом с точки зрения успехов, ну, я ставил задачи в тасктрекеры. Да, я так и говорил. Потому что я реально этим занимался. Подожди, а чем это лучше, чем выиграть этот типикер-хостров? Надо еще добавлять, зачем ты это делал и какой результат ты получал. Не количество коммитов. Я не говорил, здравствуйте, я в джире сделал 13 845 тикетов, из них 3000 про разработку, 3000 про дизайн. И вот еще я убрал несколько комнат, выходя из Макдональдса. Ну вот. Звучит это ровно так, то есть мне, мне интересует, зачем вы все это делали, да, то есть у вас должно быть какое-то понятное понимание, чем вы занимались и к чему все это пришло. Обычно это результат вашей работы. Не просто перечисление ваших успешных коммитов или пул реквестов, вот, но что-то, что можно понять из слов. И это очень важно. что ты делаешь, что ты делаешь, не очень понятно, что это. Да не, мне, например, очень понятно. Ну, очень понятно, да. Ну, по сути, конечно, да, но то, что ты сейчас делаешь, ты, скорее всего, сидишь перед кем-то там. Но мы говорим сейчас о профессиональной среде. По поводу течения во времени ваши идеи всегда будут меняться, поэтому, скорее всего, от вас не ждут идейные составляющие. Это очень важно понять. Я очень сомневаюсь, что мне важно, что ко мне придет человек, и который будет говорить, вот я сейчас вам сказал, чем мы занимаемся, да, и представьте, что я в конце лекции скажу, а лучших я найму, и вы мне начнете присылать там какие-нибудь там резюме или что-нибудь в этом духе, неважно что, сообщение, куда-то еще, в инстаграме подписываться, не знать, что у вас там, что у вас лучше способ общения. И вы говорите, я хочу у вас работать, вот, например, да, и ты говоришь, и я тебя спрашиваю там, что ты делаешь, и ты мне отвечаешь, моя цель, и вот цитату мою вставляешь, короче, он только переформулированную. Ну, так себе, да. Вот. Смысл такой, что я хочу услышать от вас реально ваше мнение. Оно очень редко совпадает с моим или с другими людьми, которые у меня работают. Правда, это невозможно практически. Я не верю в то, что ко мне придет человек и скажет то же самое, что я думаю. Ну, такой, слегка просто взял и рассказал. Ну, обычно я это называю очень хороший анализ работодателя. Когда человек приходит, такой, читает все про Яндекс, такой, ага, они делают вот это, ага, маркет, у них цель такая, такая, значит, что я хочу сделать, я хочу сделать. Он придумывает это перед тем, как пойти. Легко читается. Но вот есть компании, которым это нужно, есть этапы компании, при построении компании, когда тебе нужны именно те люди, которые хотят к тебе прийти ради чего? Ради денег или ради процесса. да, я говорил, в самом начале, каким образом люди выбирают. И твоя задача в самом начале найти тех людей, которые к тебе приходят точно не ради двух этих вещей, потому что у тебя еще не та стадия роста, да. Тебе нужно сначала найти тех людей, которые составят ядро твоей компании. Ядро твоей компании – это те люди, которые идейно соответствуют тебе. И тут очень важно, что все начинается с одного человека, с двух там, ну что-то типа того. И вот вокруг них должны быть идейно те же люди. И это очень сложно. Понятно, что хотел донести про то, кого нанимать? Я что делал? Ну я же рассказал тебе только что. Ну, что бы вы хотели услышать на вопрос, что ты делал? Знаешь, это как бы ловушка такая. То есть я сам отсеиваю такие ответы, а теперь я их говорю и что я хотел бы потом услышать. В общем, я хочу услышать честное мнение просто. То есть мне важно просто услышать человека, который честно рассказал о себе. Так, короче, я могу на сайте сделать рассылку, где напишу краткое тезисы, то есть в принципе, да, все это соответствует какой-то общему описанию. Цель того, что вы просто должны научиться отвечать на этот вопрос. Я не знаю, как за вас на него ответить. Понятно? Вот эта мысль ясна. Я не знаю, технические это детали в твоем случае или гуманитарные, или это вы и цели по жизни. То есть конкретно там в моем случае это будет какое-то мнение, но в случае другой компании это будет по-другому, но это очень важный вопрос. И вам нужно уметь на него отвечать просто. Это все, что я хотел донести этой мыслью. И она очень хорошо бьется и связана с той мыслью, что вы вначале нанимаете людей, которые идейно вам соответствуют. Потому что, скорее всего, через ответ на этот вопрос вы обнаружите, да, что у человека, ну, как бы, крутится, как он отвечает на этот вопрос. Вы просто понимаете, да, о чем он думает, что он делает и так далее. Это очень важная на самом деле история. Вообще, самая важная история это люди, которые у вас есть. И я постоянно это восхваляю, там, пытаюсь об этом много говорить. Вот это, это очень важно. Так вот, мы закончили. На чем-то у меня уже времени. У меня еще времени много. А на сколько вы рассчитывали прийти, кстати? Да. Сколько выбор от доли от доли или на первую неделю люди? Сколько вы все рекомендуете? О, хороший вопрос. Мы говорили про делешь, помните? Кому интересно, всем интересно про делешь, да? Класс, обожаю эту тему, вот это просто самое родное. А ты не будешь ничем владеть. Вот. Иди вообще. Не нужен был. Да, ну это просто так, воздух. Смысл такой. Вы таки делаете свой сайт, этот сайт начинает зарабатывать миллионы долларов в месяц. Условно. Не важно. Вы понимаете, что, да, нужно как-то это все дело оформлять, фиксировать. Допустим, вы очень умный и сделали это в самом начале. Вы подходите там первым людям. Между ними как делить? Ребят, не знаю. Сами думаете. По опыту, по тому, как ощущаете, по честности, нечестности, не знаю. Нету пути. Вот среди первых людей, вот вас трое, например, да, вот трое, не делится сто на три, класс, просто посложнее было. Вот. Как поделить? Не знаю, Вася пишет код, я рисую дизайн, а там Петя ничего не делает. Ну, он просто классный, заряжает проект. Вот. И вы думаете, как между тремя этими очень умными и полезными людьми, ну, кроме Пети, конечно, поделить, как бы, в целом доли. Но на самом деле, тот, кто задаст этот вопрос, скорее всего, достоин больше всего. Но это не суть. Я не могу здесь подсказать. Ну, вот по поводу вопроса, как в самом начале быть. Вот пришли первые ваши сотрудники, которых вы нашли, прошли собеседование, считаете, что они реально способны с вами работать, все классно, круто. И вы думаете, блин, вот нужно им вообще давать долю или не нужную? Вот это очень правильный вопрос. Нисколько, а нужно или нет? Это первое, что нужно задать. Не всем нужна доля. Доля — это мотиватор. Это мотиватор быть внутри компании и иметь, типа, условно, в голове такую мысль, как, ага, вот, значит, компания будет стоить, сейчас вот стоит она 100 тысяч рублей, вот через год она будет стоить миллион долларов. И вот если я получу один процент, о, на квартирку хватает. Ну, или что-нибудь в этом духе. Вот. И вот это важно понимать. И это первое, что у людей в голове, это деньги. Когда вы начинаете отдавать людям доли, вы фактически говорите им, что? у нас будет много денег и у тебя будет часть этих денег. И если вы видите, что человеку это нужно, давайте. Но, знаете, грани. Процент, который дают, от одного до трех. в самом начале, через определенный этап этот процент снижается меньше одного, ну, и по нисходящей. Обычно, при найме, первых сотрудников никогда не дают больше трех процентов. Я не видел таких случаев в долине. Может быть, в России они, конечно же, есть. В России все можно. В России есть очень классные условия. К тебе приходят инвесторы, говорят тебе, вот тебе миллион долларов. Ты такой, у-гу, миллион. Но 90% компании мои такой, ага. И то есть, твоя доля теперь стоит, в принципе, 100 тысяч. Ну, или около того, 90, если бы точно. Вот. Понятно, да, о чем речь? И здесь… А если у нас, например, в команде, которые, ну, эти идеи начали развивать, как мне быть, это? Сложный вопрос. Как из 100% получить какой-то один еще дополнительный? Смотрите, схема называется… Это вообще можно прочитать в книге, но я постараюсь кратко объяснить. Всегда у вас вначале есть так называемый common stock. Это просто акции компании, какие-то 100%, из которых состоит вся компания. Дальше вы их распределили. Вася, Петя, все отлично, 40-40-20, не знаю, ну, как-то распределили. Все, все отлично, да? Вы учредители этой компании. Дальше, любой новоприходящий человек получает, например, 1%. Вы думаете, вопрос, собственно, про что я так понимаю про то, что где этот процент, правильно? Или что ты хочешь? Вот, например, у меня есть идея, да, я ее и создатель. Я взял еще двух людей, и вот как мне сказать, например, мы поделимся в форму, ну, там… Да, это начальный дележ называется. Я говорю, вам там по 10%, а то, что они в моем. I don't know. Без понятия. Я, вот у меня определенный путь был решение, как я договорился, как ты договоришься. кто-то считает честным все поровну, но он скажет, ты что, никогда не пойду с тобой работать, если не нашли 10% в себе 90? Кому-то вообще все равно. Это очень важный вопрос. А, как новый давайте? Хорошо, быстро-дорасскажу. Есть 1%, кажется, все распределено, откуда берется этот процент. На самом деле, этот процент собирается от вас поровну. Ну, как бы этот процент составляется на 40% там из вас, и на 40% там из пети, на 20%, да, кто там был. Ну, вот, получается, процент собирается, как бы, каждый отдает равную, в равной степени вот этому новому человеку. Обычно делают проще, чтобы избежать этих проблем. У вас есть компания, есть ваши личные акции в этой компании, то есть доля. Делится типа 30-30-10, а еще там остается условно 30%, да, на то, чтобы отдать их сотрудникам в будущем. Ну, это пул акций. Если вас интересует вообще корпоративная история, это просто немного другое, да, корпоративное право, это не совсем про то, что я бы хотел сейчас рассказывать, это, наверное, не самая полезная информация, потому что она просто гуглится там на кворе, где угодно, это не больше 30 секунд в целом нужно на это, если вы знаете английский язык, и чуть дольше, если вы не знаете английский язык. Вот примерно так. Еще какие-нибудь вопросы по этой теме есть? Да. Ну, тоже, но, скажем, справа, ты работал строительство Яковлево. Хорошо. Как этот вопрос реализирует, чтобы оборудовать на лицо, где-то, что ты делал на работе время, чтобы помог заработиться? Хороший вопрос. Краткоисторическая справка. Я запустил проект, будучи работником Mail.ru. Хорошо ли это или плохо? Это очень плохо. Чем это плохо? Очень плохими последствиями. Поверьте, очень плохими. Ответил? Что нужно делать? Если вы реально верите в проект, я вас советую уволиться. Если вы действительно, ну, если у вас есть риск чего-то, ну, как бы, вы боитесь, да, что вам, как бы, у вас есть работа, там все предсказуемо, каждый день, там кофеек, там вот это все, и вы боитесь это потерять, ну, тогда испытайте мои собственные ощущения. Я вам не советую их никогда испытывать, если этот проект реально прет. Там все очень печально. Я не могу рассказывать, к сожалению, у меня идеи подписаны по этому поводу, я не могу рассказать детали того, как там все происходило, но, поверьте, ничего хорошего в этом не было. Абсолютно. И это не шутки, это не хаханьки, вот такое ха-ха-ха, ой, там, кто-то тебя там на улице угоражал. Нет, тут не так. То есть, это не вслед в той крикнули ты дурак или что-то в этом духе. Тебя реально будут сжать. В прямом смысле. Ну, то есть, там все серьезно. Ну, там, почитайте там любые разбирательства между компаниями, сотрудниками. Там, ну, там садят за решеточку, там вот эти все. И это как бы, когда ты читаешь это, ты думаешь, ай, ну я в это не попаду, я-то умней. Нет, это такой же тупой, как и все. Вот. Понятно? Примерно. Я не могу, к сожалению, ничего конкретного рассказать, но скажу, что ничего хорошего нету, когда вы работаете в компании и делаете что-то еще параллельно. И более того, как только вы это начинаете официально, да, еще как-то заявляете, оформляете, ну и так далее. А если что-то неофициально, там в принципе проблем нет, конечно. Потому что ничего нет, не к чему претензий предъявить. Вот. Ответил, да? Уволиться. А, про это? Про корпоративную политику? Да, все очень просто. Не делайте ничего на корпоративном ноутбуке, не общайтесь ни с кем на корпоративном ноутбуке по поводу вашего проекта, никогда не делайте это в рабочее время, если у вас есть это, если это фиксируется. Вот. В принципе, наверное, и, а, да, не нарушайте индей. Под нарушением индей часто попадают такие пункты, когда вы используете ресурсы компании для какой-то своей выгоды, не знаю, смотрите статистику, еще что-то, это все считается, что вы нарушаете индей. Грубо говоря, уволиться. Потому что под нарушение индей попадает чуть ли не все, что вы пытаетесь сделать. Ну, в реальности можно просто, да, если вы прочитаете просто договор трудовой, который у вас есть, там, ну, практически все будет попадать под нарушение индей. Вот и все. Такая история. Понятно? Просто я просто что-то я запрошу сказать, а с этими не так, да, и вы с вами поделились, раздвижались, или они с вами... А, история? Нет, конечно, все работаем. Ну, то есть все четыре человека, с которых у нас четыре человека было в начале, все они до сих пор работают, делают свою часть работы, ну, как-то так. Все, все классно, молодежно и модно. Так, еще что-нибудь? Давай. Сейчас? Смотри, на самом деле, продержание приложения можно никого не брать. Ну, то есть он работает, работает, можно ничего не делать, почти одного человека там, да, но в реальности структура компании сейчас примерно такая. Два человека занимаются Android разработкой, один человек занимается iOS разработкой, один человек занимается, полтора человека занимается бэкэндом, потому что эта половинка, она и фронтенд, и бэкэнд. То есть там универсальный некоторый человек, потому что фронтенд у нас сейчас нет, по сути, ну, кроме там сайта, там еще каких-то мелких вещей, ну, просто внутри есть какие-то админки, тузы. Вот. Что еще? Один дизайнер, один человек, который занимается бизнес-девелопментом, менеджментом, короче, всем, что только там плохо лежит, в том числе условно пиаром, на самом деле просто он контактирует с изданиями различными, потом, кто я еще что-то делаю иногда, есть еще очень большой пул людей, которые занимаются исследованиями, они занимаются разработкой различных нейросетей, которые входят в стратегический план компании. Ну, то есть, например, нам нужно сделать распознавание кроликов. Вот у тебя есть задача, и ты ее, грубо говоря, делаешь. Это не так просто, как кажется, потому что там требуется достаточно много исследований, чтения работ научных. Ну, в общем, это типа прикладная математика на уровне, и потом написание какого-то кода, чтобы это можно было проверить, но не production. Production занимаются другие люди. У нас есть люди, которые пишут фреймворк. Это то самое, что у нас, конечно же, не получится. Вот. Это люди, которые пишут фреймворк, который запускает все эти нейросети на мобильном устройстве. В общем, вот. их четыре человека. Один центральный, а все остальные пишут определенные части, которые, как бы, в архитектуру вписываются. Вот примерно такая структура компании для того, чтобы просто понимать, что сейчас происходит. В общем, достаточно все неплохо. Четверо. Да. Запускал дизайнер. Я человек, который делает нейросети и универсальный программист. Корпоративная политика? Знаете, какая у меня корпоративная политика? У меня нет корпоративной политики. У меня нет офиса. Нет, есть офис, но у него ходить не надо. Потому что он пустой. Там, к сожалению, даже мем какой-то был в фейсбуке. Писали, что вот, успешный стартап, бла-бла-бла, а офиса никого нет. На самом деле, офис просто, к сожалению, контракт был заключен с очень плохими условиями. Тогда мы думали, что он был нужен, но сейчас, к сожалению, он не нужен. Мы поняли, что работать части команды удобнее работать удаленно. И это эффективнее. Ну, просто банально оказалось эффективнее, чем работать вместе в одном офисе. Поэтому так. Да. А, во, про юристов. У меня, конечно же, в штате нет своих юристов. Это невозможно. Мы, у нас есть компания в России, есть компания в США. Компания в России занимается аутсорсом для компаний в США. Это так, как устроено это организационно. Это просто самые удобные налоговые и прочие там пути. Абсолютно все белое, все работают по белому, здесь ничего нет. Так, так все делают. Это имеет зарубежные офисы. Что происходит? У тебя есть юридическая фирма в России, которая обслуживает тебя, там, бухгалтеры, финансовый контроль, заполнение налоговой отчетности, в том числе, в это все входит. Есть юридическая фирма в США, которая занимается, в принципе, тем же самым. Да, мы, кстати, судили с патентными троллями. Слышали такую тему? Которые приходят и говорят, что вы нарушаете наш трейдмарк, и мы хотим у вас отсудить, я сейчас цитирую, 30 миллионов долларов, которых у меня нет. Ну, кстати, Форд считает, что они у меня есть. Но это отдельный вопрос. И он, ну, ребята в реальности для тебя подают риск в суд. Ты тратишь на юристов сотенку-другую тысяч долларов. то есть, это все серьезно. Мы сейчас через это все прошли. Такая не очень приятная история. Это типа звонки посреди, всякие под присягой, давать показания. То есть, это все присутствует, это все реальности, и это далеко не миф. Это не то, что просто, ну, как бы, вот со мной произошло. Я никогда не думал, что есть патентные тролли на какое-то приложение. Да, пришли, да, сказали. Да, это стоит дорого, да, и ничего в этом хорошего нету. Такое бывает. Вот примерно так с юристами. Нет, патенты. Смотрите, давайте я вам сразу объясню про патенты. Патенты – это плохо, если вы не делаете долгоидущую компанию. почему? Потому что формально патентом вы раскрываете все, что вы делаете. Вплоть до деталей. Здравствуйте, приехали. Пока ты, патент твой не подтвердили, а до этого проходит минимум один год, кто угодно, кодом никто не может твоим пользоваться. А знаниями, которыми ты вывесил с точки зрения патента, может пользоваться кто угодно. А то, что твой патент пройдет, это не факт. Поэтому у тебя всегда в течение этого года есть риск. То есть, если ты четко понимаешь, что в течение срока подачи, пока будет одобряться патент, что-то может произойти, ну, не знаю, смена деятельности компании, покупка, продажа, закрытие, все что угодно, все может развалиться или наоборот, все стать очень хорошо. Если ты за этот момент понимаешь, что вот этот год ты не знаешь, что будет происходить, и ты собираешься все свое знание написать на бумаге, а там по-другому никак, ну, это тогда ничего и не будет. То есть, здесь всегда есть так называемый трейдов, что называется по-английски. У тебя есть выбор между вот этим и этим. Если ты готов играть в очень долгую, да, патентно играет отличная история. Но очень опасная. В России, в США везде одинаковые правила плюс-минус, поэтому примерно так. Да? А если компания как-то когда начать зарабатывать? Когда начать зарабатывать? Ну, вообще, это будет, это надо будет иметь какое-то понимание об этом с самого начала. Если вы не знаете, как вообще гипотетически зарабатывать в том, что вы делаете, может не начинать даже. Непонятно, зачем вы начинаете. Есть несколько способов заработка. Есть гипотетический бизнес-модель, а есть продажа компании. Понятна разница? Вы можете прийти и сказать, я делал на продажу. Это нормально. К этому хорошо относится. Это вполне себе путь. Вполне себе успешный. Вполне себе удобный и для инвесторов, и для вас. Зря вы думаете, Да, нас хотели купить. Я не могу сказать, кто, что, почему. Ну, как видишь, пока еще нет. Это я могу рассказать. Да, нас не купили. Зарабатывает? Никак, мы в минус работаем. Ответил? Ну, вопрос, как зарабатываем, мы не зарабатываем. Мы зарабатываем, но в минус. Зарабатываем мы фильтров брендов за счет продажи API, SDK и других всяких вот таких вот родов вещей. там просто не окупает, естественно, но там типа порядка 100 тысяч долларов в месяц можно иметь. Что еще? Давай. учебник по квантовой физике? Я Фейнмана люблю. Ландавшиц не мое. Правда, вправляет мозги и совершенно по-другому мыслить начинаешь, проблемы другие в голове, вообще что-то про другое. Я считаю, что это лучшим образом поправляет ваше сознание по сравнению с той литературой, которую могу порекомендовать с точки зрения бизнеса. Но с точки зрения бизнеса могу порекомендовать с точки зрения управления компанией. Это Бен Хоровиц Hard Things About Hard Things. Мне кажется, это единственная книжка, которую надо прочитать. Все остальное с точки зрения там я бы не сказал, что меня что-то впечатлило. Теория струн первые несколько страниц меня впечатлили, потому что я ничего не понял. Ну, то есть у меня вот такие вещи больше к сожалению, я не фанат и не адепт того, что прочитав определенное количество книг, что-то станет лучше. Скорее всего, ничего не станет лучше, потому что люди плохо усваивают информацию не собственного опыта. Еще какие-то вопросы? Около того. Нет. Никакого звука не хочу. к сожалению. И тексты тоже не хочу. Это совершенно другая область. Я не очень понимаю, что нужно людям в этой области, что люди хотят слышать, видеть, читать. Это не мое. Я прекрасно понимаю только одно, про что люди видят и про эмоциональную часть. Да. так. вот столько сложных идей, ну, то есть надо порешать столько сложных проблем. Так. Есть как бы способы понять, стоит ли заниматься этой идеей или, игра не стоит свечи. у вас есть идея. Вы думаете, что она классная, иначе даже не стоит начинать. Если вы не думаете, что она классная сами, то это все уж провал. И вы думаете, надо, ну, как бы собирать под это людей, да, там, не знаю, ну, вообще заниматься и надо или не надо. идея классная, но ты не понимаешь, взлетит она, ты не понимаешь, а никто не знает. Конечно, никто не знает. Знаете, есть такой чувак Пол Грэм, такой руководитель Y-комбинейтера, у него есть одно эссе, одно из давних, в нем он там пишет про то, что весь чужой опыт, который вы пытаетесь перенять, неприменим к вам, и это, в принципе, из этого следует то, что никто не может ответить на вопрос, тот, который ты задаешь. Никто не знает ответа, типа, надо этим заниматься или надо. Можно сказать, определенного рода пункты выписать, да, типа, за мои, например. Ну, например, вот ты мне рассказываешь идею, я ее на нее смотрю, и я думаю, ага, вот это, вот это, вот это, вот это, поэтому я бы этим не занимался, но вот это, в принципе, неплохо, и все. Но, например, я могу не заниматься этой идеей, но, может быть, ты ее сделаешь лучше всего на планете. Ну, как бы, тут... Если какая-то идея классная тебе нравится, то надо сразу пройти все эти стадии набора людей, дележа, компания, задумки о том, как зарабатывать... Можно просто проверить вообще для начала. Но, если проверить, а потом окажется, что придется делить и так далее, все делать потом. Ну, дележка, естественно, это, смотри, все, что я рассказывал про компанию, это уже когда ты что-то делаешь. Когда ты понимаешь, что делать. Если ты не понимаешь, что делать, к сожалению, я в самом начале лекции сразу сказал, на какие вопросы я не дам ответы. Вот, что делать, я не знаю. Вот я за тебя не могу ответить на вопрос, что тебе конкретно вот сейчас с твоими идеями надо делать. И никто не может вам ответить на этот вопрос. Но многие хотят. вопрос, повезло тебе или нет. А знаешь, причина роста большинства компаний это реальное стечение обстоятельств. Я бы не сказал, что есть центральные причины роста. Я не знаю о них. Ну, и ты часто, и часто, ну, это точно не какая-то работа постоянная над тем. Просто мы в самом начале сделали, наверное, то, что надо было сделать. Это баланс между стилем и фотографией. Вот и все. Ну, и скорость работы. То есть, это признаки. Но это я не знаю, как оценить это везение или это заранее просто было сделано то, что надо было сделать. Поэтому, ну, я ставлю на то, что просто, ну, как бы мозгом доехали до того, что нужно сделать и все. Ну, это по-любому полетело. Неважно, откуда бы. Если бы это было сделано, это по-любому полетело. Поэтому, как бы, везение здесь я не видел особо. На деньги инвесторов? А? Подожди, подожди, подожди. Вот продались? Это когда ты уже заработал и на яхте. А когда ты работаешь, это когда у тебя есть инвесторы, которые кладут тебе деньги. У тебя их на сколько это хватает? Вот мне их хватает. Просто так? Ну, венчурное инвестирование, в принципе, в принципе, если коротко дать определение венчурному инвестированию, да, это деньги за долю в компании. Нет. Ну, смотри. Венчурное инвестирование. Тебе приходит человек, он берет за 5 процентов там дает тебе 5 миллионов долларов. Ну, как-то так. Твоя компания стоит там из этого исходя, да, перемножь быстро. На 20. Ну, ты не… Понимаешь, когда ты полностью даже раздашь 100 процентов, ты не продал компанию. Компания еще есть. Компания продана, когда она поглощена другой большой компанией. Вот это продажа. Но не инвесторами. То есть, например, условно тогда там Mail.ru или Google, они уже давно проданы. Ну, там. Там владельцам, ну, акции, кто изначально основательный, лежит очень мало процентов. Да. Ты говорил, что в долине до месяца довел. Да. То есть, ну, помимо инвесторов, какими-нибудь какими-нибудь SEO других компаниями не имеют. Ну, да, знаю. Я не могу говорить, как SEO, каких компаний я встречал, потому что вы начнете сразу… Ну, в общем, я не могу просто об этом говорить. Про долину? Ну, про Цукерберг. Нет, Цукерберг, к сожалению, не знаю. Знают других. Из других очень популярных компаний. Вот. Людей. На самом деле, что я хочу сказать про долину, но это вообще на самом деле почему-то многих интересует этот вопрос. Давайте так. Кто из вас хочет уехать жить, работать в долину? Честно. Давайте. Я сейчас не говорил словно совсем. Я сказал жить, работать в долину. Вот, вот, прямо сейчас. Вот давайте так. Я… Представьте, что я сейчас всем, кто поднимет руку, дам место работы в долине 120 тысяч долларов зарплаты. Кто поедет? Честно. Честно. Так, 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 так. Нормально. А теперь я попытаюсь рассказать, почему работа в долине в целом, наверное, меня полностью разочаровала. Ну, когда-то в свое время, когда я… как раз-таки, когда меня не взяли в Google, я очень хотел попасть в Google, я думал, ага-га-га, наконец-то Google, я буду заниматься какими-то мировыми вещами. Что я обнаружил? Первое, мне там просто не понравилось. Ну, мое личное ощущение, к сожалению, я не могу рассказать какие-то объективные признаки, почему мне там не нравится. Там нет баров, там нет некуда сходить, там один кинотеатр на все пола альта, там люди бегают, там дом стоит более 4 миллионов долларов. Ну, и, короче говоря, вот такие вот базовые вещи. В общем, ты говоришь, думаешь, ну, так себе. Вот. Но, допустим, опустим все эти развлекательные и дорогие минусы. Жить там просто скучно, потому что в Сан-Франциско, прогуливаясь по улице, вы будете слышать от бомжей, которых там очень много, их реально там очень много, как они делали стартап. Вы ржете? Это реальность. Это не мем, это не ха-ха-ха. Это вот я, идешь такой, и вот он такой вот такой, да, ну, знаешь, я помню в 99-м, ну, и начинается вот эта история, бум дот комов, как он там слил свои миллионы долларов. Ну, это нормально. И поверьте, это не единичный случай, это все, что вас окружает. Никто не говорит про то, какие фильмы ему нравятся, куда он хочет съездить, попутешествовать, никого не интересует, что вообще там, только стартапы, только это, только как он заработает миллионы, станет там Цукербергом, ну, и так далее, и тому подобное. И вот в этом я просто не смог. Меня интересует там много чего, помимо этого, даже больше, чем это. И это меня очень напрягало. И второе, действительно, есть цена вопроса. Смотрите, средняя зарплата в долине 120 тысяч долларов в год. Это примерно 10 тысяч долларов в месяц. И при 36-45% налогах, ну, там остается, да, допустим, давайте 4 тысячи уберем, примерно 6 тысяч долларов. Из них съем квартиры в долине или в Сан-Франциско стоит порядка 2,5-3 тысяч. В Сан-Франциско дороже просто. И половину вашей зарплаты вы отсекли. Далее начинаются базовые истории. Это вы хотите есть. У вас есть налог на жилье, налог на всякую фигню. Там вот много чего из Палальто. Есть отдельный налог на то, что вы снимаете у них дом, который не относится вообще к федеральным никаким налогам. Просто платите 100 долларов. Интернет 100 долларов. И вот так вот по мелочи вы набираетесь то, что вы получаете примерно 100-120 тысяч рублей в месяц. Профит. Это если вас интересует зарплата после вуза. Да, там дорого. Но там опыт. Ну вот примерно ваш трейд-офф всегда должен при выборе ехать там за границу и в другую большую компанию должен стоять примерно в одном. Вы хотите зарабатывать или вы хотите получать опыт и потом зарабатывать. потому что скорее всего есть еще один на самом деле деталь, которую почему-то никто не рассказывает. Вы знаете, что будучи русским, ну не важно русским, там индусом, немцем, ну не важно кем, но не американцем именно по образованию. Здесь очень важно считать один факт, что американцы это те люди, которые получили образование в Америке, не американцы, ну коренные. у них в голове те, кто выучился в Америке, это американцы. Ну оставим это примерно на этом уровне должное. Просто так получилось. И вот есть одна интересная деталь. Вот если вы не американец в этом понимании, подняться в большой компании типа Google, Facebook и всем остальным, ну я считаю, что ваши шансы крайне малые. Я сейчас очень сильно преувеличил. чтобы понимать слово крайность. Это реально. Вы не подниметесь, вы не станете там руководителем и уж тем более не заработаете там много денег. Это чтобы просто, да, чтобы освежить в голове. Я собеседовал людей, которые работают по пять лет в Facebook, которые приходят и говорят, что они там формально никто. Они не принимают никаких решений. Не нужны они там. Там есть люди, которые в свое время туда в самых первых работниках попали, ну вот первыми работниками в крупной там стартапе, там, не знаю, типа Uber или еще кого-то попасть в Америку, ну забудьте, в общем. Потому что что? Кто из вас fluent по-английски? Даша? Еще кто-то? Maybe? Ну да. Ну вот, вот вы примерно на 10% попадаете в критерий. То есть, если у вас этого нет, вы уже не проходите заранее. Это, да, это суровая реальность, поверьте. Можете, ну как бы, спросить много у кого, вы найдете примеры, удачные, неудачные, но вот все, кого я знаю, а я знаю достаточно много людей, кто там работает и долго живет, и вот их опыт и мой собственный опыт беседы с теми людьми подсказывает, что ну нет, просто нет. Ну, я допускаю, что это возможно. А по скиллам они не выше, чем нации, Не выше, не ниже. Большинство людей в Америке, это работники, это иммигранты, если мы берем техническую область, да, но большинство из них отчасти выучились в Америке. Ну, то есть, я говорил, что для них американцы это те, кто в Стэнфорде закончил, как бы, то есть там китаец, он приехал в Стэнфорд, да, ну, китаец же. Ну, нет, я говорю, что ты человек, который приехал, ты, нет, Пример. У меня просто знакомый, я не буду называть имена, он был руководителем разработки в большой российской компании, но в его подчинении находилось примерно 10-12 человек. Я не буду говорить, кто это, чтобы не гуглилось никак. И он потом переехал работать в еще одну очень большую знакомую Дашей компании на букву G. Вот. Это компания. Подчеркиваю. И там он был, сейчас вам скажу, он был старшим инженером и что он делал? Он коммитил правки в ту лзу, которая выкатывает код в найтбилды хрома. Это реальность. Но в то же время у меня есть обратный пример. У меня есть человек, который работал со мной в Яндексе. Он был iOS-программистом в Яндекс.Картах и сейчас он главный iOS-разработчик TeamLead и GoogleCart. Я думаю, что у него все хорошо. Но, знаете, как бы я не удивлен, просто он такой небольшой гений. Он как бы соло сделал Яндекс.Карты в свое время, там, в 2000-х годах, будучи в 19-летнем возрасте. Ну, не суть. В общем, там серьезные успехи были за спиной. Он к очень раннему возрасту имел очень-очень богатый опыт архитектора огромной команды. То есть он сделал приложение, у которого было миллионы пользователей в очень раннем возрасте. И он делал это один, как разработчик, без дизайнеров и всего остального. В общем, там было очень все хорошо. Ну, Яндекс.Карты, приложение покупное. Это, да, просто историческая справка. Вот. Еще какие-то вопросы? Все? Вопросов нет? Я люблю, когда вопросов нет. Давай. Не работал там. Смотрите. Я не могу, я не могу за вас ответить, стоит ли вам идти работать в Google. Я могу сказать, какие есть плюсы и минусы работы в большой компании. Очевидные плюсы работы в большой компании это получение релевантного опыта, который вам подскажет, как делать внутри у себя, если вы собрались делать внутри у себя. Просто, знаете, большинство людей хотят сделать что-то сами, но они не способны. То есть, ну, можно иметь идею, но никогда не приступить к ее реализации. Можно начать что-то делать, но у тебя прям в голове ты не видишь, как ты руководишь компанией, ты не видишь, как ты и технический директор, который нанимает кучу людей. Вот если у тебя в голове этой мысли нет, если ты своей собственной головой понимаешь, что это не твое, и ты не способен рулить компанией, не надо. Не надо делать проект ради проекта. Я вас очень сильно прошу, это потом вам будет очень фигово. Ваша жизнь просто вот так вот комок берешь, так вот и в ведро. Потому что я на своем опыте могу сказать, что мне, я за последние полгода как 10 лет провел. В голове как будто пролетело 10 лет. И поверьте, ну как бы тот уровень напряжения, который вы испытываете на процессе, в процессе всего этого, сильно превосходит идею, а давай запилим. И нельзя, я считаю, ну наверное нельзя, я бы очень хотел, чтобы так вышло, чтобы люди понимали, что нельзя делать проект, в котором вы не хотите быть в этом положении. Понимаете? Вы хотите находиться вот в этой зоне, когда все ужасно плохо, когда вам плохо, когда вы ничего не хотите делать, вам туда. Вам морально надо туда. И вам нужно, вы хотите там оказаться. А большинство думают, что о, да мы сейчас запилим, да сейчас взлетит, да все распилим, по миллиону там получим и разбежимся. Неа. Вот так не бывает. Хотя нет, вру, бывает, очень редко. В большинстве случаев нет. Вот и все. Поэтому, когда вы делаете свой проект и выбираете между большой компанией, если вы видите себя в большой компании, как вы сидите, работаете, прогрессируете, как вы год за годом становитесь руководителем, потом вы распределяете задачи, пишете крутые куски, вам туда. Но если вы не видите себя в аду, то вам не надо делать свой проект. Потому что свой проект, это, ну как бы я считаю, свой стартап, компания, которую вы строите, это ад, такой мини-ад, который вы сами себе строите, сооружаете, стараетесь делать его горячее, подливаете туда масло это ваша задача что если вы не подливаете масло в свой ад скорее всего все потухнет ну и как бы еще хуже в пустыне окажетесь и сдохнуть но это вот это краткий experience ну просто умершие проекты это то с чем вы будете жить и к этому всегда нужно быть готовым потому что скорее всего на 99 процентов ваш проект умрет я тоже к этому готов например не хочется чтобы так было и ваша задача как бы постоянно над этим работать и перед тем как что-то начинается вы должны это осознавать и все я считаю очень простая мысль поэтому выбор работает большой компании где легко хорошо кофе там вот это все естественно проще смотри классная тема я тебе просто своем примере попытаюсь это может звучать как хвостовство или еще что-то но представьте что нам дали деньги венчурные инвесторы дали достаточно хватает и ты как все компании я как все компании в том числе у меня я являюсь единоличным владельцем аккаунта банковского и у меня есть карточка с кармане который является доступом к этому аккаунту кармане и формально формально чисто гипотетически ты можешь пойти купить ferrari но без шуток вот просто взять можешь пойти там в реальный счет как бы ты его владелец ты расписываешься все окей чревато тем что больше ты денег никогда не увидишь никогда в жизни вообще ну может быть ferrari того стоило вот ну тут трейдов такой знаете как бы положить жизнь ferrari или не положить вот может кто-то и положит договорю про венчурные инвестирования давайте для начала вам расскажу что вообще вот давайте кратко понимаете что венчурный бизнес ну вечер на это бизнес до первую очередь ну согласно что просто деньги не дают есть ангелы там это отдельное понятие вот но это тоже в той или иной степени задачи венчурного бизнеса до приумножить капитал вложенным вас правильно например вам дали 100 тысяч долларов их задача в принципе в какой-то том или ином виде получить например 300 400 500 чем больше тем лучше они делают таких много сделок и пытаются на каждой из этой сделки до каким-то образом выиграть то что на вас например что-то не получилось это не значит ничего для венчурного фонда что происходит с вами когда вам дают деньги представьте вы что вы такие сидели работали на работе не про себя рассказываю у вас там была зарплата сколько-то там тысяч рублей в принципе себя неплохо чувствую я в принципе на нормальной позиции был и тут подвалила и думаешь о ferrari может две три четыре всей команде ну чтоб вот это честно дележка там на самом деле ну когда ты начинаешь об этом думать туда у тебя есть соблазн всегда пойти купить что-то еще сделать не в когда ты как руководитель или кто-то еще не выдерживаешь да ну вот у меня что-то получилось выдержать то есть да у была возможность у тебя есть возможность как бы забить на все и как бы погулять от души разочек жизни но смысл что здесь очень правильная фраза разочек жизни потому что больше ты никогда этих денег не увидишь это вопросу репутации легко те кто хочет останутся к те кто не хочет можете идти я никого вообще не держу вот 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 можно там учат просто он давай смысле тебя интересует давай так есть чего я лично научился и чему с точки зрения управления компании давай вот это это лично я научился одном простом вопрос я считаю это самое важное чем и научился я научился контролировать свое время это вал когда у тебя каждый день хотят взять интервью встретиться рассказать какой мне классная идея помоги мне сделать может быть ты знаешь найти как инвесторов вот если ты всех их будешь слушать твой день потерян это раз я вот просто я научился вот прямо читать вот это нужно идти на эту встречу а вот туда на занят там это на самом деле я конь хардстоун играю в это время это не шутка у меня реальный трейдов между игрой в игры или футбол или что я там еще делаю и реально походу на какую-то как бы деловую там встречу или это даже инвестор или кто угодно это моя реальность оно так и есть это как бы личная жизнь версус работа и действительно я иногда выбираю личную жизнь это нормально я считаю если у вас по-другому ну я сожалею может быть вы привыкли работать по 24 часа я не могу не могу работать четыре часа и по поводу управления компании да есть то что я вынес я вам это сегодня рассказал я говорил о том что некоторые вещи нужно делать заранее это делить доли потому что это часто не к основателям относится к тому что у меня была плохая политика распределение долей с точки зрения юридических особенностей между инвесторами вот просто у меня не было опыта по этой нехватке опыта я не очень хорошо все про то скажу я мог сделать это лучше будучи сейчас да на своем месте мог это сделать лучше это клево ну то есть я понимаю чем какие-то плюсы это несет да я просто я просто хотел бы сказать чтобы вы внимательно к этому отнеслись как только будут какие-то инвесторы какие-то деньги вливаться именно в компанию пожалуйста почитайте про это много написано я не буду про это рассказывать очень длинная стена текста это стена текста очень скучная но она вам сэкономит кучу нервов это мой совет не не пренебрегайте вот этой деталью а разберусь вот просто заранее есть книжка по этому поводу хорошая не к сожалению не помню название но венчурные инвестирование называется что-то в том духе на английском языке но там очень все хорошо написано очень подробно и прочитав ее вы не наступите на те самые грабли два раза потому что на них наступает так получилось практически все я хотел бы что на них не наступали другие грабли так давай так смотри поехали инвестирование раз да то есть то что у меня были проблемы с правильным оформлением второе я принимал лично те решения которых сожалению могу сейчас рассказать потому что не индей но представьте что это очень ключевое решение которое можно было принять компании я их принял неправильно да да дело даже не в том что ты должен был советоваться с командой здесь есть один очень важный момент который я вынес ну вот полгода почти год прошел вся команда будет смотреть только на тебя забудь если ты си о типа и ты как бы лидер компании у тебя нет выхода ты можешь советоваться с командой ты к тебе ни к чему не приведет вообще все будет сводиться к тому а как ты думаешь а может быть вот так ну давай ты все-таки решишь а ну вот такая тема мы код можем писать дизайн дизайнить а вот тут как бы так что-то вот не очень все будут сваливаться на одного человека всегда есть один человек который у руля и вот этот человек отвечает за эти решения я говорю что у меня были решения которые ну я считаю не очень я не могу сказать какие тут так сделал но я говорю о том что всегда будет сводиться все да к тебе самому и вот тут надо быть чуть чуть более дальновидным к сожалению не за нехватки опыта я не смог этого предусмотреть я верил в одну вещь да оказалось что надо было верить в ту которую предлагаю это в общем то скажем такой выбор был вот еще какие-то вопросы давай за деньгами кому идти смотрите сейчас будет хороший вопрос по поводу денег вы что-то там сделали у вас есть какая-то базовый продукт что-то там работает какие-то 10 юзеров есть скорее всего и вам тут резко понадобились деньги на маркетинг там множество может быть причины не буду объяснять каких и вы хотите взять у кого-то деньги есть несколько путей можно пойти к российским фондам я бы не пошел простите меня российские фонды правда сейчас шутки будут короче но вот и что что я понял если вы можете избежать денег из венчурных фондов избегать как угодно это единственная мысль которую я хотел бы донести при взятии денег остальное дело условий всегда ну моя моя собственно стратегия заключается в том что я беру деньги только на самых выгодных условиях для компании это называется на моем понимании safe agreement это можно найти на сайте y-комбинатора это некий договор по которому ты обещаешь человеку дать акции но ты реально ему даже их не даешь а он тебе уже деньги на счет кладет вот очень популярный формат в долине его придумали грубо говоря создатели компании поэтому очень очень полезный и я считаю что это наверное тот способ которому хочется прийти но в реальности в русских реалиях особенно сделать так выгодно маловероятно как-то так если идти брать деньги то я бы советовал найти человека который знает у кого их брать и у него спросить я себя не рекламирую это так вырвалось нет правда это работает потому что нужен человек который с опытом потому что вот ну я на своих кораблях как бы знаю что я бы не делал некоторых шагов еще давай да не знаю как получается просто вот у меня нет ответа вопрос но я правда я грузу экспириенс я работал в яндексе я работал в mail.ru и вы сейчас работа над своим там комп проектом продукта ну и в том числе да я честно говоря мало им пользуюсь ну я не буду сказать что полностью отсутствует использую то что невозможно совсем игнорировать но в реальности я бы им не пользовался сам делавший его и также у меня было в картах когда я работал я не пользовался индекс карты ползу google картами просто удобнее ну то есть но это не мешало мне работать над этим но я не думаю что этот экспириенс переносим я не думаю что это правило и просто так получилось вот и все то есть мне кажется что это какая-то личная история история не знаю мой опыт просто такой так сложилось еще что-то кому-то давай на приложение зарабатывать ну да и бэй знает ну uber только приложение например согласно у биржи вроде как сайта вроде не видел пока вроде есть мобильная версия на появился после в принципе это приложение изначально модель монетизации да есть вещи ну которые кажутся направление которое кажется более менее реальными но я вам так скажу мы не занимать то что у нас получился грубо говоря пользовательский кейс ну то есть история которая имеется до приложения но сочно популярны это не является основой компании совсем на данный момент да сейчас но сейчас это продажа стиль и интеграция стилей в другие приложения но есть кому-то например из наших клиентов допасть допустим возьмем гипотетическую компанию какую-нибудь крупную они хотят себе какой-нибудь стиль или еще другие возможности которых пока к сожалению вы не видите и они за это платят деньги в месяц то есть да ну может быть к сожалению знаете иногда даже не в курсе не путем ну то есть еще один но тут как прозаическая истина вы не может быть не может быть в курсе вообще всего что у вас происходит абсолютно каждый мелкий деталь да то есть иногда какие-то вещи уходят у вас подруг но обычно не очень важно например мне все равно что там выйдет фильмами обработанный ну кто-то взял там попросил у человека который отвечает у нас за коммуникации там обработать там куть ролик ну как бы класс обычно если там что-то серьезное меня спросят если ничего серьезного то нет да тайм-менеджмент да ничего не использую почти хаос полный бардак каждый раз разное то блокноты ручки вундерлисты потом еще что-то потом собственно голова потом очень хрен пойми чего ничего не использует теряется все в письма не отвечаю ну блин жизнь боли ну правда так так вышло не прав ничего не использую так один из соучредителей и первых инвесторов нашей компании серверском которые владели железом ответ ясен частности люди поднимают деньги в том числе и на то чтобы просто работать к слову о подъеме денег вы должны всегда понимать куда вы эти деньги потратите просто так не набрать так а вот эта схема по кругу вот правда все горело в прямом смысле реально сервера горели конечно конечно ты не можешь таком думать если ты будешь всегда думать короче говоря есть такая очень расхожая фраза я ее из игр почерпнул если всегда ты будешь думать о всех возможных ситуациях со стороны противника можно не начинать играть да 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 уж давно ну скачивание как бы меня мало интересуется нет нет но я же говорю что фокус компании не заключается в работе над пользовательским приложением пользоваться приложение это некое дополнение одно из как бы из ветвей то есть этим занимаешься но это не основное какой пир да ну мы не совсем создатели стилей вот я тебе говорил что мы делаем мы делаем нейросети на устройстве это очень понятная тема для многих больших и очень больших компаний она много кому нужна и благодаря тому что мы сделали как бы люди поняли что мы умеем это делать это сыграл свою роль да ну мы хотим а мисс ok мы хотим изменить способ коммуникации между людьми добавив них больше эмоций да мы хотим построить такой так такой набор технологий который позволяет сделать передачу визуальной информации это видео и фото в том числе да и стримы где эффекты которые возможно будет сделать поверх этого ну будут сильно круче чем сейчас то есть они позволяют тебе реально выразить свои эмоции моя мечта который провожу все время примеров там инвесторам и всем остальным это фаербола посылать через стрим вот так а ты попробуй фаербол на генери из руки ну то есть смотри я хочу соединить огненный шар вот так у себя в руках в реал тайме есть потребность людей не ждать обработки не ждать вообще ничего никакого процессинга не то есть это можно сделать сейчас но на это требуется дни работы хочется сделать это типа мгновенно да конечно не было да ну с самого начала была как бы цель сделать классную штуку для обработки фото именно идея появилась потом да ну я об этом говорил уже как-то заявили что сначале была тупая идея мы хотим просто запустить классный проект проиложух класс фоточки да да ну я бы сказал сейчас технология ну то есть дело наладить то что мы делаем на бэкэнде чем то что мы делаем для людей потому что для людей в принципе там сложно развернуть это таким образом людей чтобы это приносило какую-то пользу а если у этого есть понятный план в будущее да то есть у меня же не говорю что я делаю впустую сейчас просто на данном этапе ты должен сначала заняться технологий а потом поверх этого строить почему я представляю как использовать а ты если ты не представляешь я тоже так хочу как это использовать нет ну то есть здесь даже может ты это не сможешь сделать но если ты представляешь как это кто-то другой может сделать тогда есть смысл но если ты не знаешь как это использовать сама клава нету слова классная понятие классности это для тебя классные для там ребят вон который метут это вообще непонятно что поэтому все всегда будут мерить твое это как ты знаешь как это можно применить может быть ты можешь не можешь это сама сделать например давайте простой пример nvidia делает чипы для самоуправляемого автомобилей но они не знали например несколько лет назад что эти же типы чипы подойдут для автоматизации предприятий для сборки тот же deep learning подойдет для того что собирать но они знали да хотя бы что это в каких-то областях но потом появилось оказывается то что еще но тем не менее сейчас он должен быть голове хотя бы куда ты можешь сам этого не делать если они сами эти машины и самоуправляемы делать не будут да ну но технологии это делают нигде природный навык я считаю о себе могу так сказать есть вещи которые я почерпнул естественно но ну можно и там я не знаю на самом деле кажется я честно могу сказать что я никогда не относился к лекциям практически я всегда делал презентацию в тот же день что и шел на лекцию это если касаемо первого потока вот но смысл даже не в этом смысл в том что именно если мы говорим о публичных выступлениях я считаю что это ваш просто нарощенный опыт общения с людьми и чем больше у вас этого опыта до чем постепенно вы начинаете то есть ну я например в университете не выступал нигде публично ну я занимался математикой решал уравнение там вот это меня не было опыта но постепенно да я понимал что мне хочется там общаться с людьми мне достаточно активная позиция жизненная ну и общался общался понимал потом попробовалось там 10 человек 20 человек ну то есть вот как-то так постепенно если ты хочешь да то есть это путь который просто нужно пройти через опыт я не считаю что другой путь есть никак продукт должен решать определенную понятную всем проблему если ты не можешь этого донести но это один вопрос но обычно зашат продукт сам себя продает есть такая расхожая фраза часто часто это работает не всегда если бывают сложные вещи которые очень сложно рассказать но туда заеду надо разбираться уже то есть нужно придумать такой путь в котором человек просто поймет да почитать про него что он занимался подготовка очень в смысле ты имеешь ввиду я не думаю я не думаю что есть большая разница между айти но то что относится к написанию кода и например к построению там давай там кроссовок кроссовки как-то кстати не связано но в целом поверь разница в текущем мире не как раньше было то что я сейчас вижу методики которые по которым работает айти мир по которым начал работать эти мир они в принципе очень хорошо масштабируются на многих не на все не очень очень подчеркиваю здесь не на все области но на многие масштабируются хорошо не всегда ну смотри давай вот кроссовки чтобы запустить свою линию кроссовок вот вы думаете нужны миллионы долларов да нет там пару тысяч нужно кажется что много опять же все всегда вкладывается в то как ты построишь этот процесс как ты сможешь дойти до минимального результата кажется что нужно огромное количество денег подумай как это можно уменьшить всегда можно там даже в очень серьезных проектах практически всегда можно очень сильно уменьшить сумму согласен что да не все под это подкатывает но я советую заниматься как раз к тем что можно хотя бы как-то приблизить к осязаемому размеру я очень рад людям которые хотят построить свой космический корабль или телепорт сделать машину времени или там новое лекарство от рака но к сожалению я не верю что это возможно запустить с собственными силами и даже с привлечением денег да в яндекс только пересекалась смысле а я так и закончу я работал в яндексе будучи магистратуре университета понятно примерно как это таймлайн такой я поступил университет закончил бакалавриат в на втором курсе у меня был какой-то с вами не стартап который я поднял 30 тысяч долларов мы их пропили реально пропили это не синоним ни метафора просто нормальная тема ну как вы говорите да вот это вот носит ли голову когда он приносит деньги досталось вот 20 лет очень хорошо снесла мы сделали что-то пытались после этого работал в студии работал после web студии в аутсорсинговой компании. После аутсорсинговой компании я работал в Яндексе. После Яндекса я работал в Mail.ru. И вот сейчас я тут. Вроде не работаю пока. Да. Кто еще? Вот ты был первый. Смотри. Да-да-да. Идея не наша, скажем так. Тут технология. Ну, я знаю ребят, которые сделали эту технологию лично. Этого Гатиса, который, ну, как бы, чья идея? Изначально. Вообще. Я рад за него. Хорошая идея. Ну, я, как бы, а что я с ними взял? Там нет? Там... А мы не взяли. Ну, то есть, подожди. Есть набор математических формул, общедоступных. Их можно... Ну, то есть, есть открытая идея. Ты берешь, смотришь в эту открытую идею, реализованную кодом. Видишь, что она очень медленная. берешь ее и гуглишь, как ее можно ускорить. Не находишь. Думаешь. Ага. Включаешь собственную голову. Думаешь, думаешь, пробуешь, пробуешь. Ха-ха-ха. Собралось, ускорилось. Пожалуйста. Как-то так. Я никогда не говорил, что я придумал это. Не придумал он, нет. Я вообще, ну, как бы, не знаю примеров продуктов, которые самостоятельно придуманы с нуля. Всегда это что-то какое-то переработанное, улучшенное. Да. А с чего вы вообще начинали с поступления в ВУЗ, наверное? Понятно. Но поступление в ВУЗ, это... Затем кто? Ну, я пять лет играл в World of Warcraft. Я печатать быстро научился. Вслепую вот так. И по-английски хорошо говорю. Потому что я в международной гильзии играл, да. А это разработки? Разработки? Ну, я учился на программиста. Я в конце второго курса начал программировать под Android или в середине где-то. В начале второго курса у нас был курс Java. И я на Java все предметы просто давал программировать все на Android. Ну, как бы как-то так, ну... Через год. А там как бы не так сложно было. Мы хотели сделать свой Farsquare, короче, там. Просто копипастили все подряд. Что, в России не перл? Ну, как бы нормальная идея, как ВКонтакте. Вот. Ну, то есть, чтобы все это придумать, не нужно обладать какими-то супер-мега-науками. Просто нам связло. Мы сходили на конференцию, там каким-то познакомились, сказали, мы хотим это сделать, ну, давайте мы вам поможем. Ну, в общем, это старая история. Инвесторы хотят вкладывать в молодые команды. Я как бы легко верю в то, что если вы сейчас втроем, четвером, любые люди с этой аудиторией соберетесь, центральные идеи, распишите, сделайте презентацию, пойдете куда-то, вам дадут 30 тысяч долларов. Только зачем? Пропить. Пропить? Да. Но это хорошо читается, понимаете? У нас не было тогда цели пропить, просто так вышло. Спасибо.